так у вас скоро начнется стрим я сейчас вернусь через минуту буквально а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну пока никто... Пока никто стремить и не просится, как бы... Потом я уже сам разберусь, звать кого не звать... Вот... Ну что, ожидаем пока... Так... Хэппи здесь... Блай нужен нам... Насколько я понимаю... Блай играет ладер сейчас... Ну... Подождем немножечко Блая... Сам начинать не буду тоже... Давайте посмотрим, что сегодня будет... Сегодня будет Бибролига сейчас... Потом у нас будет... Сейчас я вам... Открою... Нейшн Ворс... Последний... 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 Последний штрих в стадии РО-16... Так сказать... Германия, Новая Зеландия... Ну... Это все будет начинаться в 20.00... Вот... Вот... Можно сетку посмотреть... Что нас сейчас ожидает... Наш ожидает сначала матч Хэппи против Блая... По 5... Потом нас ожидает... Кул Ти и Лейзер... Это два полуфинала... ТВЗ и ПВЗ... Вот... И... Матч за третье место и финал... Финал будет БО-7... Соответственно... Открою... Кипбет... На кипбете вы можете ставочки делать... На этот турнир... Кому интересно, делайте... Это через реферальную ссылку на SK2TV... Через кнопку... Через кнопку мою... На Good Game... Это то же самое фактически... Вот... Так... Ну что я могу сказать... Так... По приколу... Что-то на Кул Ти тут халява какая-то... Десяточку на проверочную занесем... Коэффициент хороший... Хэппи против Блая... Ну давайте на хэп поставлю... Император... Все дела... Блая и так тащит жестко... Но это не значит, что победит... И тот и другой... Но... Как-то так... Как-то так, ребят... Вот... Кому интересно... Делаем ставки... Вот... Потом на Nation War... И тоже будут ставочки... Точнее на сборные уже есть... Я не знаю, что там дальше будет... Пока коэффициенты не поменялись... Соответственно... Спасибо всем, кто так делает... Через кнопку... Далее... Далее... Далее ждем Блая... Сегодня будет интересно... Сейчас будет играть Хэппи... Так что зовите всех сюда... А то пропустите... Этот очень интересный полуфинал... Ну Хэппи как минимум... Мы два матча сегодня посмотрим... Это будет полуфинал... И матч за третий либо финал... Пока не понятно... Что это будет... Вот... Но FireKick он одолел... Который обидел его на DreamHack 3.0... Здесь 3.1 Хэппи справился сам... Прошу прощения... Что-то... Продолжение следует... Так, на Team Liquid Stream есть, GoFuSK там сегодня идёт. Так. 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 Продолжение следует... Так, помните про задержку? А, ну да, 2.0, 2.0, да, на DreamHack'е. Также BO3 было, а не BO5. Так, помните про задержку? Так, пробовал массу за банши, Михаил Ночи застроился с порками, но тиранам-то там вообще другая история. У тиранов как раз есть возможность зергов вначале напрягать. Это и масс риперы, и много билдов таких есть. И выходы какие-то однобазовые тоже имеют место быть. Процессом другой немножко расклад, там если уж идешь, так в конкретный пуш тогда какой-нибудь улыновый уже целиком и полностью. Ну что, Bly появился практически без опозданий. Они только... Хорош тут разводить. Не надо обсуждать людей, как бы там какие-то выводы, оскорбления делать. Даск, смотровые башни, первая карта. Ульрия на вторая. Ждем продолжения. Сумеречные башни, смотровые. Все, у меня смотровые эти какие-то. Парион третья. Так. Центральный протокол. Так, у Львена руины. Смотровые башни, сумеречные башни. У Львена прион. Смотровые. Создаю игру. Смотр�. Смотр Rescue. Смотрouve. Смотр Fill. Продолжение следует. Смотрeme. С Смотр�. Зову всех сюда-то. Хэппи пару минут попросил, ну, безусловно, мы подождём пару минут, ты чё там, хэппи, тем более, не пропадёт на 10, если он пару попросил, это и будет пару. Субтитры делал DimaTorzok Так, была, говорит, у него баг какой-то. Хэппича ждём, ну, пока он АФК пока. Хэппича Хэппи у меня, в принципе, по Reale ID есть, поэтому ждём, как придёт, чтобы он прыгнул сам. Пользователь DOCS активировал премиум на ваш канал. Спасибо, DOCS. Всем спасибо, ребят. Хэппича Хэппича Так, все всё понимают. Я думаю, что мы хэппича ждём сейчас. Ну, дождёмся и начнём, что тут говорить ещё можно. Поехали. Начинается первая игра Хэппи против Блая. У Хэппи, как и в Ходси. Вот этот портрет не изменяет себе Блая. Робот Феникс это или кто там из компании. Ну что, опять, ребятки, первый полуфинал начинается. КОНЕЦ Ну что, Хэппи Барагас Сумеречные башни У нас карта Ну что, ребята, воскресенье Четыре часа Сколько-то минут Пятнадцать минут уже сейчас будет Вот Начинается Бабра Лига Заключительный день Бабра Лига номер два Если мне память не изменяет Впереди ГГ года будет Турнир наш еще тоже Будем мы его смотреть Ну и Блай бьется с Хэппи Хэппи через Рипера начинает Блай через Хатту вторую начинает Здесь у нас эта пушечка Один Рипер это будет, да Это будет один Рипер Факта реактор Ну там Минфанк и с реактором будет практически одновременно Они будут готовы Здесь у нас Рипер прилетел Начинается Харас со стороны Хэппи Линги здесь бегают Так, подвинуло рабочего вместе с Лингом Так, двух подорвал Хэппи Линги Все какие демеджные Добить бы их Но зато уже начал с убийства одного дрончика Хэппи это Очень даже неплохо Гранатами кидаются практически по КД Тоже очень хороший момент И посмотрите, что делает Блай сейчас Очень интересный Очень ранний тайминг вот этого дела всего Так, Королева пытается Рипера догнать Реакция от Хэппи молниеносная Даже ни разу стрельнуть не успела эта Королева Так, Криптумор минус Королеву откинул еще сюда Вообще Хэппи Рипером тут учудил И дрона подрезал И Криптумор То есть очень важные он функции выполнил То есть можно что? Можно просто Рипера отдать Потерять, ничего не сделать А можно убить, например, рабочего и Криптумор То есть и Крозерк без Криппа вниз будет В начале в самом А так бы он уже закулдаунился И дальше бы двигался То есть это очень важный момент Очень вовремя Хэппи сейчас и улетел В итоге 4 Гиллиона Рипер выезжают Сейчас это интересно И здесь, посмотрите, что делается Банша с инвизом пошла Вторая ЦЦ-шка вовсюду добывается 3136 по рабочим А у Блая вот что пошло, вы видите сами С этим зданием Как раз все это контрится на ура Хэппи прессует королев Глайлинга Мигелленчик одного окружил Так, на Твиче я не стал рестрим запиливать на Твиче на самом деле Честно говоря, я забываю Он нахрен мне нужен Плеер работает нормально Как бы там сидит человек немного Канал как бы есть Сначала его там забанили Потом сейчас разбанили уже Короче Нафиг не нужно Я не думаю, что у многих зрителей прибавится с Твича Главное, что на Тим Ликвиде есть стримы Кто хочет, тот видит Короче, хотя может кто-нибудь и смотрел бы, конечно Я не знаю, ребят Не пофиг вообще там Что там? Да как 7 муталисков? Ну что, два Либератора есть У Хэппи прогоняет оверов сейчас Блай тут Крипа налил На второй базе Что-то Хэппи много Хэппи сейчас это заметит Что Блай тут Крипа много налил Можно, кстати, сначала Лингов погонять Разложить Либераторов на самом деле Ну Хэппи понимает, что Линги убегут А вот овера нужно выбить побыстрее Почему побыстрее? Он нужно выбить Побыстрее и Крипта спадет Ведь третья СС-шка уже есть И Хэппи уже в Билл переходит С леком полосу Ну вот неожиданность, незадача Мутка прилетела сейчас Так, не понял Я что-то не то делаю Так Либераторами просто Хэппи Тремя берет И Муталиска всех разваливает Блай здесь треть СС-шка Сейчас сядет По лимиту Блай в итоге проседает И обратите внимание Сразу же выходит Сразу же выходит Мута вообще бесполезна То есть пока у Блая вообще В этой игре ничего не получается Звук от видео встает Я думаю, что у тебя, скорее всего, проблема Навряд ли звук от видео сейчас встает Кстати Кстати, кстати 60 фпс Помните про то, что Сейчас запилено Так что можете подписываться на премиум Качество должно лучше было стать Ну что, 1 на 1 готово Бараков 5 Третью СС-шку Хэппи занимает Вроде преимущество гигантское Но, посмотрите Какой тайминг ультрали с Кеверн У Блая И 1 на 1 грейды делаются То есть, несмотря на то Что все в Блай зафейлил Что до этого происходило Из-за того, что Хэппи Никаких контратак, ни дроп Ничего не делает Блай еще и вперед Сейчас вырваться может Но грейды у Хэппи лучше Это уже хорошо И спамят, что ультралы можно Можно и гастов добавить будет Я думаю, либераторов Пару штучек уже есть у Хэппи Вот он выход делает Сейчас очень слабый такой Без щитов Правда, тайминг щитов какой-то поздний Слишком у Хэппи Может быть он завтыкал Может быть по каким-то другим причинам Здесь у нас есть инфестер Заходит Хэппи на Крип Стимпатчиса хочет лингов принимать Отступает ночка назад Здесь 3 марика заблудились Что-то Ну Блай не собирается их атаковать Хэппи на первом стиме Очень долго здесь бегает Нужно вылечить бы все Ему бы очень неплохо было бы Ну Крип хотя бы тут погонял Здесь хаты нету У Блай, между прочим У Хэппи сюда заходит У Тирана нету телепорта Что самое плохое, конечно Для Хэппи Ведь сейчас ультралы выйдут И они могут очень больно сделать Блай делает еще одно контрзабегание Что здесь у Хэппи есть? Один танк и 6 марек Наламывается Блай Марек и без щитов Поэтому линги их просто моментально сгрызает Кстати, на ровном месте И проблемы у Хэппи начинаются Просто линги рабочих жрут 12, 13 рабочих потери Ну вот тебе и переворот Просто в игре Ультралы с инфесторами Сзади тут еще Блайовские идут Хэппи это прекрасно видит Танки Выгружает Ну в этом узком проходе Конечно же примет все Ой-ой-ой Какой микозище Как Блай Хэппи сейчас подловил Это жесть какая-то Но ультралы без А нет, с уникальным уже армором Ультралы с уникальным армором Вот Поэтому с ними тяжелую трассу Преимущество все Испарилось сейчас Так, лодит тут Хэппи лая Лингов Танки разложились Линги пытаются Мародеров Мариков окружать Ну Из этого ничего особо не получается Вроде как Поднакопил лимит Ахэппи У них либераторов еще добавляет Добавляет воздушные атаки Здесь четвертая Цэшка вылетела Пока занять не получилось У него Цэшечку четвертую Нужна здесь планетарка Сейчас будет заказана 3-3 грейдов Не вижу У Хэппи Потому что 3-3 не делает Плохо Потому что Былая шанс Сейчас появится Нагнать по грейдам А это Ключевое преимущество Хэппи на данный момент Планетарка ставится Сейчас Дробщик полетел Пользователь Алнетра Активировал Премиум На ваш канал Ну что Либераторы Тут все пространство Перекрывают 4 штуки Их в итоге Четвертую Цэшку Хэппи Начинает Добавить 3-3 заказал Ну слава богу 6 ультралов За Сколько Ублая сейчас 9 Плюс 15 ультралов Сейчас будет Ублая Так Грейтер спай То есть еще и Бруды Но уже не раз Отмечалось Что одни ультралы Без микса С лингами Там с бейлингами С какими-то юнитами Маленькими Они толпятся Они Всегда получают Дэмэдж Сами Как бы Они очень уязвимы То есть это Ну то есть Часть-то доходит Но часть погибает А юнит это Сверхдорогие Поэтому Очень тяжко И Хэппи уже Переходит и в гастов И вторая Атака на либераторов Делается То есть много Тут ключевых моментов Для борьбы с ультралами Идет сейчас Глай выдвигается Вперед Посмотрите Сколько ультрей Просто жесть какая-то Хэппи забирает Там пару юнитов Своих Либераторов Много Очень много У Хэппи Либераторов Становится Он просто Перекрывает Все направления Сейчас И вот даже Таким количеством Юнитов Сюда не зайти Больше Либераторы Тут просто Такое жару Не устроят Их нечем Законтрить Сейчас Но караптеры У Глайа Кстати Делаются Здесь вот Дропать Хэппи пытается Кстати Грейтер Спайер Сейчас он спалит Скорее всего Своим Медиваком Или нет А вот Прямо Грейтер Спайеру Прилетает Хэппи Кстати Можно Покуснуть Грейтер Спайер Хэппич Вот же он стоит Крутое здание Ё-моё Я почему-то решил Что важнее 8 рабочих Убить Чем Грейтер Спайер Хотя Время 1000 Хп Правда У Грейтер Спайера Я думал Что 1000 Не армори На Хп 2-2 Марики Могли бы Успеть Выбить 8-то штук Под стимпаком Выходит Хэппик 5-й Батящий Тот здесь Убил Ну а Блай заходит Ультрал 14 штук Здесь Но Ой Как гасты Снайпершот Это Жестко Минус Ультрал Неприятные Снайпершоты От Хэппи И тут Блай одного Ультрала Потерял Остальное Минус Ступает Обязательно Сейчас нужно Конечно Транслюзить Блай Королева Посмотрите Спас Красавчик Не дает Королеву Убить Игра Вижу Идет Очень сильно От кайраунных Соперников Грейтер Спайер Ведь есть Почему Блай не хочет Брудов запилить Может он хочет Либераторов Просто законтрить Но Бруды тоже Либераторов Контрят Каким образом Даже по земле То есть Они вводят До хрена Брудлингов И либераторы Атакуют Этих Брудлингов Вместо Там Я не знаю Это что Начальный Рипер Живой До сих Пор Что ли Посмотрите Шесть Уже Нарезал Офигеть Можно Или Это не Начальный Рипер Не знаю Короче Укреп Есть Один Рипер В армии Здесь Заблудились Караптеры Один Минус Два Получились Получили Снайпер Шоты Очень Жесткие Сейчас Чуть Не погибли 470 Т демеджи Ну и сейчас Хэпи Только Либераторов Гастов Фактически Отстраивает Наращивает Технологическое Своё преимущество Не преимущество А Закрепляет Технологии Соответственно Свою экономику Преимущества Тут особо У хэпи Нету Был Запас По ресурсам То есть Тут Конечно Кто будет Нападать Кто будет Ошибаться Больше Будут Решать Либераторов Уж две Атаки Поэтому Они 95 Демеджи Наносят Интересный Такой Дробочек Отблая Пошел Третья Атака У хэпи Заказана Пользователь Джурист Активировал Премиум На ваш Канал Здесь 8 Мариков Разгружается Сейчас Будет СЦ Хата Точнее Отменена Вот Это Здесь Один Ультрал Стоит Здесь Ничего Будет Не Сделать Но Новенькую Сейчас Хэпи Сейчас Менит Здесь Как Тамародер Видимо Дроп 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 Был Здесь И Только Один Юнит Успел Выгрузиться Ну а Блай Прилетает Смотрите Двумя Ультралами Хэпи Рейндж Туреткам Армор Зданием Заказывает Сейчас Тоже Важные Очень Грейды Для Лайтовой Стадии Блайдом Пытается Скот Пройти Здесь У нас Либераторы Прилетают Граната Взрывается Так Гастом Гастами Не добился Найпершотами В итоге Два Ультрала Жили Но все Хэпи Справляется Достаточно Быстро Здесь Дров Под Грейтер Спайер Но Ультралис Очень Близко Оказывается Сейчас Либераторы Прилетают Пытаются Хэпи Подрезать Брудов И посмотрите Что с двумя С двумя Атаками Либераторы С брудами Делают Просто Четыре Минус Два Всего Увла Осталось Здесь Нас Хэлбата На базе Девять Рабочих Забрали Ультралис Кубил Всех Мариков Бедняк Он тут Оборонительный С ченджлингами Ультралок Забегают Вниз Здесь Здесь Хэпи Готов Встретить Гастами Либераторами Всем Ну и Ладно Да Тиран Дома Себя Спокойно Чувствует Но Опять же У Хэпи По старой Традиции Очень мало Орбиталок Насколько Я вижу Да Всего Лишь Пять И у него Просто Нету Минералов Он все На сканы Сейчас Тратит Блин И Это Очень Печально То есть Запаса По ресурсам Нет Только Газ Нужно Орбиталочек Добавить Плюсом Еще Непонятно Как В атаку Выходить Когда Выходить И Чем Выходить Хэпи Так Здесь У нас Туретками Обносится Хэпич Туретки Готовы Минус Два Овера Сейчас Было Блай Забыл С дропа Которые Там Летали Гасты Плюс Либерат Стряд Очень Много Вайперов Пользователь Даймон Активировал Премиум На ваш Канал А зачем Вайперы Хотя Они Да Они И зеленку Могут Поставить Они Либераторов Могут Стянуть Сейчас Со своих Позиций Так Снайпер Шотит Снайпер Шотит Грудов Хэпи Но Здесь Вы Видели Оверсир Его Надо Было Снайпер Сначала Иначе Снайпер Снайпер Блай По Вайперам Снайпер Двигаются Вперед Но Под Микос Попадает Три Атаки По воздуху Уже Блай Ноль Брони Посмотрите Что с Брудами Хэпи Делает Либератор Просто Их Разрывает Обычные По воздуху Своей Атакой Блай В итоге Разваливается 13 Карапторов Заказано Груды Падают Все И Шестую Сцэшку Хэпи Пошел Занимать Сейчас Везде Сенсор Таура Ой Какой Тиран Не всегда Затизишь Но Ресурсов У Блай Много Личинок Разве Что Не хватает Блай Воздух Уже Свич Делает Что Ля Похоже На Свич Воздух Ну Вот Что Вот Это Если Свич Воздух Делаешь Вот Это Что Такой 0-1 Это Смешно Здесь Три Атаки У Либераторов И Хэпи Спокойно Может Делать Армор На Такой Стадии Вообще Ни О Чем Сэшку Новую Занял Рабочих Хэпи Больше То есть Боевого Меньше Чем У Блай Вот Это Меня Беспокоит Немножечко У Блай Выдвигается Вперед Вайперов Заново Отстроил Кораптеры Есть Бруды Есть Ультралы Линги Королева Есть Все Есть У Блай Что Нужно Но Зато Запас По Ресурсам Потрачен Крип На халяву Выбревает Чтобы Блай Слишком Блай К нему Не Оказался Ну Блай Сейчас Восстановится Здесь Базу Все Таки Занял Оборонительный Ультралиск Имеет Место Быть Здесь Но Это Уже Другой У того Который Здесь Спайра Оборонил 14 Убийств Было По Моему Он Видимо Полег В этом Бою Жестком Проблема Для Блай Сейчас По Земле О Вот он Живой Живой Братан Смотрите Вот он Бегает Наказыватель Блая С грейдами Проблема На воздух Грейдов Нету Нифига Попытка Лингами Пробежать Со стороны Блая Но Не так Просто Пробежать Мимо Четырех Либераторов Двух Планетарок И двух Танков Еще Это Очень Тяжело Пошел Воздушный Армор Либератором Грейды На Рейндж Их Действия Освободителя Свич В Масс Муту Блаю Не сделать В Лотве Как и Другим Зергам Потому что Вот против Этого Свич Делать Муту С грейдами 1-1 Против 3-1 Либераторов 17 Штук Это Я бы Посмотрел Реально Я бы Посмотрел Здесь Кэпи КСМ Несколько Сливает Но это Стратегическая Отдача Лимита ЦС На золо Садись На мулов Накидать Бы туда Кстати Здесь У нас Новый Бас Добавляется Будут Орбиталки Кстати Блай Нарастил Количество Орбиталок До 7 Надо Еще Побольше Нарастить Конечно Количество Странно Что Блай Не продолжает Делать Грейды Больше Так Заходит Кэпич Да Либераторов Ну Очень Много Но Так И МП Было Почему Кинут Так По грудам Снайпер Шоты Идут Со стороны Хэпи От Гастов Груду Большая Часть Уже Выбита Ну Блай Продолжает Пушить 4 ультра Еще Закан Здесь КСМ С королевами Дерутся И Кстати С тремя Арморами Они Там Еще Глядишь Сейчас Королеву Загрызут Куда Блай Там Под Под Планетар Уполомился Куда Что Ломишь Что Блай Сейчас Караптеры Будут Сниматься Просто Либераторы В какой Куче Стоит Сплит Они Хоть У них Армора Ноль Как С флешем Сейчас Хэпи Все сломал Сплита Нету Вообще У Блая Все Здесь Падает В итоге ЦС Вычинивается По лимиту Права Хэпи Сам просел Королевы С рабочими Все таки Справились Ну и Естественно Они справятся С рабочими Так 3-1 Либератор Раскладывается Минус Инфестр Хэпи Летит Вперед Здесь Немножечко Немножечко Золото Хэпи Подгрызает Мулами Ну Блая Не хочет Чтобы тут Кто-то Что-то Подгрызал Мулами Немножечко Ой как Хэпи Сейчас окружил Гастов Жестко Либераторы Здесь Минус Все Посмотрите Минус Все Кроме Одного Сейчас Оверсира Один всего Остался Гастов Хэпи За этого Чудом Спасать Здесь ЦЦ Почти Сгорела Здесь ЦЦ Улетела Пытается Блай Шатать Линги С адреналином Блин Это не старые Линги Хоцовские В Лотве Усилены Реальные Линги Посмотрите Как они грызут Планетарка С армором С грейдом Не может устоять Просто нормально 170 170 Прилету Запас ресурсов У Хэпи Опять Кочет 4600 газа Сколько Орбиталок У Хэпи 7 Блин Ну вот Две базы Сделай же ты Хэпич Из них Чёртовые Орбиталки Пусть они Кидают Мулов Мулов Вообще Я не вижу У Хэпи Мулов Основного Аспекта Тиранов Экономики Как без Мулов Я не понимаю Вот Кидается 4 На такой стадии Уже 6 Точнее Тут уже 16 Надо кидать А не 6 Так Старкрафт Интереснее Думаешь Ну Учиться Надо Учиться Надо Понимаешь Криво Чтобы Вот Не быть Таким Как Которого Бзик Сейчас На 30 Отправил Тупым Как бы Тоже Но Старкрафт Воскресенье Можно чуток Глянуть Тем более Бобролига Недолго Будет идти Но Нейшн Ворс Тоже Будет Интересно Вечером Марики Подходят Сейчас К золоту 16 Либераторов У Хэппи Есть До сих пор Мулы Добыли Хоть Какое-то Количество Ресурсов Забегает Влай Пытается Сгрызть Экономику Хэппи Что-то Подгрыз Орбиталок Стало Чуть Больше У Хэппи Делается Второй Армор На технику Что мне Нравится В Либераторах То что Они Как бы И землю И воздух Контролят Если руки Есть В этом плане Универсальность Определенная Присутствует Но Сейчас Начнется Битва Если игра Так будет Складываться И дальше Битва Будет За последние Ресурсы На карте Но Если Блин Все такие Игры Будут Мы Та Донейшн Уор Сахрен Успеем Все Провести Вот В чем Проблема Так Под Либератора Выманиваю Какой Писать Какой Либератор Хочешь Говорит Ультрал Сатен На Те Сатен На Еще Сатен Прими Тогда Парочку Принял Говорит Больше Не Хочу Ухожу Ухожу Выходит В лайф Центр Опять Чисто В землю Перешел Бруд Нет Бруды Дорогущие Блай Натерял Много Больше Не Строит 43 26 По Потерям Но Тем Не Менее Еще Ух Эппи Погаз Колоссальный Запас Если Дальше Так Будет Все Складываться Блай Конечно Начнет Проигрывать Для него Не В плюс Складывается Ой Ультралы Заблудились Как Тут Либераторы Навыдавали Три Ультрал Лиска Минус Еще Гасты Задисные Першотами Помогают Уходить Вот Это Был Провал От Блая На Ровном Месте Взял И Пробежал Мимо Все Зачем Ты Орбиталки Здесь Орбиталки Так Чтобы Мешать Пройти Не Планетарку Орбиталки Перевел Лучше Планетарок Пару Поставил Орбиталки Потеряет Мулов Вообще Не Будет Хотя Уже Ресурсов Подкопил Нужно Признать Здесь Определенное Количество Наконец Вторую Атаку Блайз Заказывает Так Отконтрол Здесь Немножко Крипа Хэппи Ультрал Опять Заблудился На Гастов Попал Все Хэппи Глазастый Видит Прекрасно Всех Ченжлингов Будет ли Хэппи Вперед Двигаться Хороший Вопрос Пока Не Собирается Вроде Как Очень Много У него Гастов Имеется Армия 27 Гастов 18 Либерат 2 Танка И Немножечко Бил И 7 Медиваков Армия Жесткая Конечно У Хэппи Армия Жесткая Безусловно Записи Все Вчерашние Уже Давно Выложены А нет Бобролиги Нейшн Уорс На Ютубе Я думаю Он обработался Может Еще Не Выложен Не Уверен Я Не Проверял Но Еще Вчера Я залил После Стрима Сразу Быстро Она Залилась За полчаса Пока Спать Ложится они где-то там ушли вообще нет у них психика не выдерживает такой картины просто так сейчас тушечка фэшки apm посмотрите хэппи сканет все видят видят сенсор-тауэром что блай добывать базу новую начал сейчас прекрасно видит игра паузу блай просит зачем ему пауза зачем-то нужна в лачку пауза не знаю точно зачем так опять идет блай вперед опять теряет несколько юнитов потери давайте глянем 51 27 почти в два раза больше потерял блай чем хэппи ну и хэппи медленно хэппи причем свою половину карты отъел а учитывая потери то есть это половина карты значит что гг будет ну хэппи правда медленно ресурсы собирает если бы он сейчас если бы он вот чем апгрейдить этот стиль можно побольше вот на эти ресурсы вот орбиталок запилить немножечко сколько у хэппи там сейчас 9 ну штук 15 я не знаю и просто мулами выкачать все и чтобы ресурсов уже точно в бла не смог отжать и там можно активнее будет действовать в центре постепенно хэппи кстати черепашьим стилем с эти с планет с орбиталками еще то есть зданиями тут мешает нужно учинивать тогда вот такие по пол хп то у которых идет вперед либераторы раскладываются кстати либераторы а не здание то не атакует криптумар это здание в принципе так ксм считает ублай 9 брудов делает ублая 200 что ублая за микс линги ультралы вайферы инфестеры и 9 брудов куда вот блай бегает тут рядом блин с хэппи рядом бегать опасно посмотрите он не упускает шанс поснайперить это все дело и пострелять туда так чендеринги заходят хэппи от попутил очень быстро еще два заходят брудов блайк вот там ныкает три атаки брудам это хорошо но проблема-то блая вот в чем здесь армор бы нужен его юнитом воздушным либераторы просто разорвут воздух с тремя атаками с одним армором к сожалению 12000 на 10000 по ресурсам у хэппи а вот куда цель хэппи прийти в итоге цель хэппи прийти к новейшей базе блая я думаю что блайк понимает это здесь нас ксм ки уже поперли то есть хэппи полностью сливает свой лимит он боевой переход а достаточно и вот не здесь достаточно ли у хэппи продакшена чтобы это все выбить био юнитами заходит вдаль сейчас здесь у нас правда все не прикрыто оказывается было может через центр например как на ломиться минус ультралис здесь еще два каратора висят угла нет газа вот эту базу критически важно не потерять для блая но он потеряет ее ультралис тут ксм кому объяснил что нужно не напилить спорки чем не нужно что спорки пилить так а с челухой типа так старпортов 4 факта 1 будет ну ту хэпи продакшена мало но 9 бараков зато то есть госты и маленький био пойдут быстро достаточно причем реакторах много бараков может что-то типа battlecruiser of имеет ужас ну хэппи привержен не приверженец battlecruiser of как вот воли он масс гостов делал потом он масс рейвенов дело хочется теперь у на него масс рибераторы пошли вот таким стилем тоже лучше не привязываться нужно уметь всего миксовать использовать а то это слишком халяву будет хэппи все отдает полностью всех рабочих у него не остается почти нигде ресурсов вот здесь только минералы остались причем достаточно много опять ультрал всех поломал 22 юнита уже убил и хэппи занимает еще базу дальнюю блаевскую ну что передроб идет сейчас на еще одну базу блая причем что-то хэппи тут косячно как-то заходит марико мародерами стимпак начинает выбивать хату руды прилетают ну хату уже не выбить будет хэппи но это до конца просто выбивание хата судя по всему гастов подловил бла неприятно получил масс емп либераторы прикрывают от всего 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 хэппи ну бла решил что пора вперед идти так да бла и так решил но решить то решил но али с либераторами как быть либераторов и по земле все сгорело вообще караптеры вступают бой есть гасты либераторы у хэппи еще кончаются гасты еще есть био есть нужен дозаказ срочный всего дозаказ причем нужен хэппи либераторов кстати здесь достаточно много можно ой какой в стеке бла и караптеров сейчас ема бла и какие ошибки ужасные бла не играл в первый старкрафт он не знает что такое валькирии если бы он играл он бы за караптерами глаз да глаз бы следил смотрите просто вот вроде как хорошо проломал оставь остались бы в живых эти караптеры было бы вообще все замечательно но караптеры в живых не остались и их очень мало не все дэмэджи на хэппи по 7 либераторов строит по 7 это скорее всего гэгэшка но если только бла сейчас прям 10 сейчас что-нибудь не сделает такое так хэппи на био юнитов приходит сюда либераторы разваливают караптеров гасты снайпершотами помогают остаются только бруды и в итоге у бла ничего не остается у него 100 лимита и 5000 минералов газа нет зеленки не было кстати зеленки бла и как-то не активно пользуется зеленка против либераторов воздухе всегда бы решала но это нужно очень много контроля чтобы еще и зеленку там выставлять какой же сплэш у них такой серьезненький все выходит вперед био либераторов масс вообще хата 2 новая в районе 12 часов 36 минут уже это жесткая игра идет потери 75 тысяч на 49 у юнитом давайте глянем 400 джейс какая 32 либератора вот у хэппи по 56 галстов здесь тоже миллиард всего потеряно короче говоря миссо что нужно происходило вот ну хэппи закрепляет сейчас свое преимущество кэш либераторы тут дронов нет пускать и один либератор как он своим бластером шпарит жестко 32 юнита убита уже очень эффективный юнит и бла изгрызает кэш хэппи вот в этом направлении но у него ресурсов то не особо осталось тут газ газа вообще нигде нету минерала только здесь чуть-чуть четыре сотни минералы тоже кончаются так прилетел либератор и улетел либератор прилетел и улетел так 472 и 472 кстати одинаковая скорость абсолютно у либератора с мувлиным оверсиром блайн настроил лингов пытается ну а что могут линги сделать против вот этого ада посмотрите сколько гостов у хэппи есть 21-30 мариков мародеры либераторы всего дофига очень много у хэппи снайпер-шоты по вайперам либераторы раскладываются био все разваливает и в итоге блайн естественно сливает эту битву сливает игру гг пишет жесть ну вот по этой игре можно сделать какой вывод абсолютно очевидный с хэппи играть макро тут на таких картах в особенности тяжеловато но я думаю что не 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 невозможно создаю следующую игру так всех в грузову смайл тоже сюда залетает хэппи ждем мы чё хэппи там у нас так чуть хэппи не не то наверно отошел вот с такой долгой игры поехали все готовы вторая игра начинается в 510 хэппи повел пульдена карта которую очень любит блай почему он ее любит потому что очень близкое расстояние здесь от мэйна до мэйна очень широкая рампа тяжела в застройке здесь тяжело именно застроиться и просто тяжело а тирану тем более зиму до пушки ему здание вначале не поставить и можно поэтому агрессивно очень играть какие-то чизы делать или полноценные раши улыновые что блай очень любит давайте посмотрим что будет вот так здарова яндекс да можно понять что это хэппи короче ребят помните про ставки помните про блоки подписку на премиум теперь я выставил 60 фпс отзывы были что лучше стало сегодня не стал я попробую с 3 и 5к еще побольше битрейта поставить может быть кстати по отдельности матчей эти разрежу может на следующий поставлю 4 4 с половиной например не знаю он по идее тащит все это дело другой вопрос да и посмотрите что пошло у нас сразу другой вопрос что может он тащил раньше а сейчас не будет тащить но посмотри бкс к 2 ты увидишь это через полторы минуты и поймешь что прав и я тоже в этом абсолютно не сомневался после первой такой игры на наверняка облай будет делать что-то агрессивно хэппи же очень стандартно как-то действует и вот мне интересно чем он собирается контрить то что делает блай сейчас хорошо хэппи тут всех лингов взрывает напрягает двух лингов убил рипером но 5 роучи уже у блайчика заказаны правда газ всего один намного реводжеров не будет газа но блай добавляет второй то есть это будет улыновый фактически пуш как я понимаю и уже у него 147 есть на 2 реводжера пока он идет будет на 3 и в перспективе их станет вообще много у хэппи очень большие проблемы факта на реактор барак на лабу что в этой факте тут минки надо стать хотя какие минки они против реводжеров сейчас вообще бесполезные эти минки рипер домой возвращается пуш идет полноценный хэппи сваливает отсюда нафиг 2 реводжера морфит с угла так неплохо двух лингов хэппи отжал тут каждый юнит на даже линги на вес золота для блайя вот он сейчас заходится что наверх улетает в ксм вот уже уводить обязательно марики строится блайя очень грамотно атакует и депошку и бункер одним кастом фаербола и смотрите вот минус ксм-ка депошечка упала до депошку не нужно было здесь длятся конечно она так и так бы погибла бы гранатка на рампу от хэппи и он блайя это отгоняет здесь нужно раучи причем блайя потерял я не знаю что он не хочет просто закидывать хэппи фаерболами вот сейчас этих раучи бы еще чтоб не три реводжера а побольше было бы подморфить бы в реводжеров бы вообще замечательно было контроль идет постоянно и блайк пытается уворачиваться депошку обязательно выбьет он я уверен в этом абсолютно марики спускаются он блин реводжеры как сильные контролем то с хорошим блайк подставляется под бункера атаку еще кастует демодж потери потери у хэппи чуть больше демоджа блайк очень много ему нанес но хэппи вычинивается но сейчас будет банша готова и зря блайк кстати не увел реводжеров это минус реводжеры сейчас будет три штуки кстати я баншо не сделать что не могут хэппи очень четко контролят отступают реводжеры домой здесь есть королевы третью хату кстати была не постою пока лэйр пошел 40-29 парабам в принципе неплохо но а на обороне то чем сейчас быть как быть на обороне королевы реводжер все больше ничего нету по банше попал как хорошо сейчас блайк реводжер но так королева здесь одна или он и рипперы переезжает сейчас у рабочих блайк очень большие проблемы выглядит как вообще гэгэшечка честно говоря технологии нету экономика одинаковая еще и хэппи третью долго не даст занять лэйра нет то есть тут спайр бы желательно иметь а пока лэйр доделать пока спайр доделается это очень много времени пройдет тут очень так опасно блайбега спорку не ставит понимая что здесь вот позицию нужно будет занимать в итоге снизу и хату новую нужно будет ставить хэппи втыкает пока контроли с депошками поэтому экстра сопла и вынужден кидать здесь вот застройки на рампе нет я считаю ошибочными такие моменты всегда дублирование должно у тирана быть тем более здесь стенки тоже не забегая просто как домой к себе может быть опасно и блайк так вот это интересненько что же это может быть что же это может быть отблайчуть фпм с апмщиком давайте если у меня есть отблайчуть фпм отблайчуть фпм Так, на Яндексе 99 рублей 50 копеек, сотка, короче. Приспект пацанам и всем братушкам. Спасибо, кто кто-то ни был. Очень приятно. Продолжается у нас игра. 1-1 Блай делает. У Хэппи уже три банши. Такая оперативная группа летает. Реагирование на третьи базы всякие и тому подобные вещи. Королевы три у Блая спускаются вместе со споркой. Так, вот королевы. Смотрите, секунда завтыка Блая стоила жизни королевы просто. Так, Хэппи тоже завтыкал. Ну, не на секунду, а на пару секунд. И стоила жизни ему это банши. В итоге банши отдаются на королеву. Что ты делаешь, Хэппич? Отдал еще одну баншу. Казалось, сейчас королеву фокуснул. Три банши в две. Просто убей еще две королевы. Но в это время приезжает Хэппи. 20 дронов минус. Где он 20-то нашел? Я 20 не видел. 26. 6 до этого было убито. Здесь все на второй базе дроны погибли. У Блая все равно рабочих, кстати, пока побольше. Третьей СЦшки у Хэппи нет. То есть это улыновая от него тема получается. Био делается. Стимпак есть. Сейчас будет 4 медивака. Сейчас будут щиты маленьком. Нужно активнее сейчас вперед идти, Хэппи. Блай роучами приходит выбивать. Жесть-то какая. Пропустил 20 рабочих. С чем он выбил-то? Ну, гиллионы заехали. Просто он... Да и вроде как и не бах это был. 20 действительно погибло. Так. Стимпач со Хэппи. Роучи встречает. Но сверху 4 марика. Нужно вот этими было вот так вот блочить. Это ловушка была для Блая. Можно было его не выпустить оттуда. Но Хэппи умудрился каким-то образом выпустить все это дело. Но роучи дэмэджа получили. Хэппи гонит Блая сейчас. Плюс 1 на 1 на 1. Сейчас будут гряды. Криптумор самый ближний у него бил. Это фейл. Зато здесь весь крипт сбил Хэппи. И у Блая кроме роучи и королев ничего, кстати говоря, нету. Но хватит ли Хэппи био, чтобы все это дело разобрать? Хороший вопрос. Марики-мародеры дерутся хорошо, конечно, но роучи у Блая дотекают. И Хэппи вынужден улетать. Нужно больше био, нужно больше продакшена, нужно больше мародеров в этом миксе. Так, лабы 2 и 3. По 6 мариков, 2 мародера строятся. В принципе, нормально, да. И больше медиваков. То есть пока микоза у Блая нет, что-то сплэш его, все это будет разбираться. Идет вперед Хэппи. Роучи Блая зря здесь остались. Чуть-то мародер через шифт бегает вперед, вместо того, чтобы стрелять снарядами своими фугасными по Блаю. Блай. У Блая инфестеры вышли без 75 энергии. Ошибка привести к поражению может. Вместо 6 микозов у Блая борода, у Блая только инфеста терны. Какой фейл сейчас был, офигеть, просто можно. Хэппи разрывает вторую базу. Блай пытается что-то с этим сделать, но он уже ничего не может сделать. Все. Были бы инфестеры в этом проходе, просто микозом Блай бы сейчас разорвал бы с роучами, с прироста вышедшими. Но как он, как... Надо демку пересматривать, по-моему, будет. Как он роучить так? Ну, вы пересмотрите демки, выложим мы в итоге, наверное. Как он так сейчас просто инфестера построил, я, честно говоря, не понял. И в итоге Блай все-таки проигрывает, судя по всему, Хэппи вторую игру. И мы будем ждать третью. Хотя фаерболы есть такие будут заходить. Да что там фаерболы? 60 на 100 по лимиту сейчас ситуация. И, естественно, Хэппи уже тут Блая добивает. Несмотря ни на что. Даже вот этих юнитов не может Блая бить. А здесь ведь и новенькие строятся. Хотя там мало новеньких, конечно. Гэгэй пишет, Блай. 2.0 Хэппи. Жесть-то какая, да? Буквально. А там разница всегда в пару секунд, на самом деле, в этих инфесторах. Ну что? Да, скульрена. Прион третья карта. Террасы Приона. Создаем Прион. Причем карта эта Хэппи дальше будет у нас. Так, Блая пока я чуть не вижу. А вот Блая тоже заходит вроде. Спрашиваем у Блая готов ли он. Поехали. Ну что, третья игра. Хэппи 2.0. Ну, вторая была очень ровная игра. До пары моментов, когда Блая ошибался. В конце с Миквозом это вообще какой-то просчет жесткий. Погнал «Товая игра». «Товая игра». Погнал «Товая игра». Через рипера опять хэппи начинает, насколько я вижу. Блай золото первым ставит, пулгас строит. Ну, золото, конечно, это интересно. Против рипера проблема в том, что нельзя перевести рабочих сразу много на золото. Почему? Потому что он прилетит, и он их тут просто затрепит своими гранатками, пока королевы нету. Лингами их нихрена не отогнать нормально. И ццшка пошла у хэппича. Улучшение завершено. Смерть на пороге. Дышим, готов. Смерть на пороге. Ну вот, начинает хэппи-харасить, опять линги под ударом. У Глая опять интересный очень расклад, сейчас идёт. Так, двух лингов резко подрезал после гранатки хэппич. Рауч Ворон это интересное решение, овер висит, опять как бы как в предыдущей начало игре будет. Так, Королева на гранат вкладать, хэппи ещё пару лингов тут одного, точнее, забирает, больше ничего не забирает, видит реваджеров сейчас хэппи. Ну, яйца смысла нету дэмэджить, всё равно реваджеры с полным хп вылезут. Конечно, и две штуки вперёд пошли, и Блая-то от Блая-то, посмотрите, обманка абсолютно очевидная сейчас была, то есть хэппи будет думать, что здесь масс реваджеры, а зачем рипера-то было терять? Хэппи думает, что это пуш, скорее всего, а пуша не будет, Блая в экономику играет, причём он сейчас, наверное, третью базу закажет, а хэппи просто по дэпошкам будет хастовать вместе с бункером. начинает при этом Блая ещё до пушку атаковать, КСМ ещё здесь поставляются. Три линга ещё подбегают сюда. Биллиончики у хэппища готовы, по КСМ-ке залп, очень чётко хэппич контролит, ни дэпошку не отдаёт, ни КСМ-ку от фаерболов, правда, обычной атакой реваджеры убивают своей, один очень дэмэджный, третью хату да, Блай заказал, по рабочим впереди, вот вышла банша очень такая неприятная для реваджеров и для этих лингов, и Блай вынужден сейчас убегать, здесь он, так. Костанул, чуть фаерболом не попал, 4 гелиона плюс банша вперёд идут, здесь две королевы, кстати, больше нихрена и нету, у Блая это очень опасный момент. Хэппи пытается на мейн проехать гелиончиками, насколько я понимаю, да, проезжает на мейн, роуч и Блай на рампу поставь же ты, ёма, как Блай фэлит, вместо того, чтобы идеально просто сейчас всё сделать, на рампу поставить, и Хэппи бы в ловушку попал сам гелионами. Блай умудрился пропустить на мейн и потерять 5 дронов. Ошибка абсолютно очевидная, рабочих в итоге у Хэппи больше, несмотря на все фейки Блая, но по технологиям ещё не скоро что-то у Хэппи будет, типа био, чем со стимпаком, чем он сможет Блая добить, поэтому у Блая много времени есть. И третья ЦЦ-шка строится сейчас. Контроливает роучи Баншами, Хэппи здесь несколько штучек забрал. Четвёртую хату Блай стоит, делает лэйр. Спорки везде, что под Баншей защититься ставятся. Баншей сейчас четвёртую обнаружить. Четвёртую Хэппи, наверное, отменят сейчас двумя Баншами, да. ТПС у Баншей достаточно, чтобы хату отменить. Видите, ХП вниз сейчас ползает. Меняет Блай хату в последний самый момент. Плеер почти готов. 51-47 по урабам, по лимиту Блай впереди немножечко. 2 эволюшна вижу. Что у них будет заказано? Хороший вопрос, что у них будет заказано. Пока непонятно. Три Банши уже от Хэппи летят, а три Банши они могут убивать очень жёстко. Если королевы как-то будут сейчас криво драться, например. Королев 4 штуки, поэтому Баншами нужно уходить Хэппи. Ну, четвёртую он в очередной раз отменит Блайю. Вторую уже. Ну, дрон, кстати, выжил, посмотрите. Ну, ненадолго. Хэппи контролит хорошо. В этом ему не откажешь, как задолбал меня стул этот. Надо убить себе стул на Новый год, на день рождения. Кресло какое-нибудь. Улетает оверсир. 1-1 грейды, здесь танки строятся. Играет музыка. Играет музыка. Ну что, Роучи Реведжеры от Блая. 1-1. Там и там у Хэппи раньше 1-1. Симпак щиты, золото есть. Два танка летят здесь харасить Блая. Реведжеры плюс Роучи у нас напрягают, пытаются. Так, один танк Хэппи потерял на ровном месте. Плюс банши здесь, кстати, были. Можно было прикрывать спокойно, абсолютно. Так, не успевает Роучи Реведжеру пострелять Блай. Блаблайовским Хэппи, точнее. Играет музыка. Опять Роучи проводил тремя баншами Хэппи. Блай занимает второе золото. По лимиту пока меньше, чем Хэппи. У Хэппи 2-2 сразу же заказано. По КД, что называется, четвертую ЦЦшку тоже строит. Вот сейчас будет очень опасный выход, который, если Блай переживет, у него будет хорошая ситуация. Но выход очень серьезный идет от Хэппи. Но грейды одинаковые. То есть, все шансы у Блая пережить этот выход есть, а уже ультрали с Кеверн строится. 2-1 грейды милишные, то есть, выход в ультралов будет идти. Ну, вот эту четвертую, пятую точнее, это точно Хэппи Блая отменит. Тимпакт танки залетает прямо под золото. Ставят Хэппи танки таким образом, что они заспличены все. Очень много марика-мародеров. Здесь Микос кидает Блай. В этот раз Микос вовремя появился, собственно, вроде как у Блая. Все равно он не может Хэппи отсюда убить. Смотрите, лимиты одинаковые. 20 Роучи еще у Блая заказано. Хату потерял золотую. Очень неприятный момент. Дроны-то куда едут, Блай? Куда ты их ведешь? Дроны падают просто в больших количествах очень. Очень больших количествах падали дроны сейчас. Забегают Роучи. Танки под танки. Блай заходит. 20 Роучи. 53-69 по рабам. Правда, контроль от Хэппи великолепный. Танками идет. Забирает часть юниту. 135-113 по лимиту. Это еще один дроп пошел в другом направлении. Это, конечно, еще не точка в этой игре. Но практически точка уже здесь. Роучи под сплэш танков как жестко попадают еще. Но Хэппи тут не законтраливает. Нужно аккуратнее быть с этими передропами. В это время передроп на мейн летит. А нет, на золото прям летит. И Блай, кстати, к нему не готов. 145-121 по лимиту. Армора ультралом делается. Здесь рабочие начали расшатываться. Очень серьезно. 6-60-70 по рабам. Блай базы восстанавливает. И вот здесь вот в этом дропе проблемы у Блая. Ну, вот ультралы уже вышли. С ультралами будет попроще, конечно. Ну, е-мое. Опять здесь танки прилетели. Опять 10 дронов. Минус опять 55 рабочих у Блая. 44 уже погибло дрона. Это ж печаль какая-то. Просто хэппи не отпускает Блая. Он харасит и харасит. Он летает просто танком взад-вперед. Посмотрите, при этом строится дома. Хороший мультитаз. Здесь по ручу залп. По дронам залп. Танк уже... Сколько у него там убийств-то вообще? 24. Все, он погиб. Танк наконец-то подумал. Блай, наверное. Но 19 дронов. 20 минус. Выходит ультрал, мародер и все минус здесь. Так, ультралы за минералами проходят. Не знал. Мародер убегает от двух бивней жестких. Отпустили, отпустили. Мародер очень не хотел с ними разговаривать. Бежал дальше, чем видел. 3-3 хэппи заказывают. У Блая только третий армор. Когтя второго не вижу. А без когтя как быть я ХЗФ. Так, Либератора выбивает моментально. Блай Либератор ничего не сделал. Здесь врыв идет от хэппи. Эволюшн сейчас может сбрить. А тут почти на треть доделался армор. Очень неприятно. Блай остается без третьего армора сейчас. Уходит. Здесь базу вроде как бы занял, обосновал. Здесь тоже вроде как добыча началась. Перекинулся хэппи на ультралис кэверн. Просто ключевые здания выбивает. Сейчас Блай очень долго возвращается. Минус грейды, минус ультралис кэверн. Здесь 6 мариков мародер. Куда дроп? На золото идет, насколько я понимаю. И пройдет. В это время еще выход делает хэппи с Либераторами. С семью штуками. Начинает перекрывать здесь пространство. Базу тоже, между прочим, перекрывает. Но под спорту расложил одного. Блай выбивает реведжерами по чуть-чуть их. На мэни дроп вроде Блай законтрил. Здесь на золоте проблемы очень серьезные. Еще дроп пошел. Блай вообще хэппи. После атаки хэппи Блай не может его проатаковать. Он вынужден обороняться. А хэппи практически безошибочно везде атакует. И просто не оставляя шансов Блаю никаких. Реведжеры тут сзади обходят. Либераторы прямо уже на золоте. Королева заблудилась. Пошла под Либераторов. Сразу развалилась. Нужно инфеста тернов выкинуть некоторое количество. Идет Блайчик отбиваться. Реведжеры кидают касты Либератора. Инфеста тернов вообще моментально свалили сейчас. 22 дрона минус. Здесь дроп на мэне, который Блай тоже отбить никак не может. Все-таки на золоте добычу восстановил. А базы-то кончаются все. Мэйн Блай все-таки отбил. Еще один дропчик от хэппи полетел. Бас уже миллиард. Четыре, пять, шесть. Бас у хэппи. Добывается просто. С 80 ксм-ок. С ксм-кой опять какой-то... Либератором грейды пошли. Все-все-все. На рейндж раскладки на... Атаку. Бью уже 3-3. У Блая 2-1 грейды наземные, милишные. Против 3-3 как-то слабовато явно. Здесь мэрики дропаются. Хату нужно отменить, конечно, хэппи. Убрал, конечно же, мэриков даже 3-3 же сберет. Слишком уж много армора. Хэппи не законтролил дроп в это время. Крип убивал. У Блая 150 лимита уже скопил. Обратите внимание, с Блаем тоже такие шутки плохие. Его вот так отпускают. Сейчас он затянет, потом хэппи начнет сидеть и... Игра ровная опять может стать. Так, здесь хэппи выходит. С либераторами 200 в 160 лимитов пользу хэппи. 3-2 Блая наконец заказ. Микс достаточно опасный. Каст реводжеров плюс мифос. Немножечко либераторов здесь хэппи разложил, чтобы сразу же перехотелось туда ломиться. Гастов хэппи добавлять. Здесь 200 лимита есть. Грейды нужно делать. Я бы даже с двух-трех армор. Вот такое преимущество. Кидай мулы. Ставь. Даже вот одна атака есть. Еще два армор. Поставь с трех армор на технику. Все грейды сделай и все будет вообще замечательно. Так, куда-то снайпер-шот идут. А, вот ультралкий заблудился. По ультралу снайпер-шотит хэппи. Либераторами вообще перекрыл. Тут пол карты. Тут можно, я не знаю, площадь демократии установить такую, что прям вот эту половину все отжать. Идет Блай вперед. Касты реводжеров идут. Один либератор минус, но остальные живут. 170 Блай. Greater Spire Блай добавляет. Здесь минус хата в очередной раз. Дрон и минус. А это новейшая база Блая. Может здесь на 12 имеет смысл хату-то строить. Блай в этом направлении только двигается. Хэппи сейчас и золото так отожмет. Пока Блай там бегает где-то сверху. Под спорки прям Хэппи раскладывает. Либераторов один сразу же погиб. Поэтому еще один успел погибнуть. Но остальные доживут. И здесь посмотрите сколько всего у нас есть. Здесь либераторов миллиард. Здесь Блай контратакуют ультралами и лингами. Ой как био бедная ультралы прессует без какого-либо прикрытия. 166 Блая. 185 Хэппи. Ну Блай то остается вообще без добычи. У Хэппи вся карта тут добывается. Так ультрал и планетар пытаются сломать. Но если ее вычинить они не сломают кстати планетарку. Но Хэппи что-то забыл про то что чинить можно. Он вообще не здесь контролят. И он вообще здесь не стал контролить. Даже причем сама планетарка одного ультрала убила. Ну вот он только заметил. Но поздно было. Давайте потери глянем. 14 на 9. Не уже такой разницы как в первой игре нету. Но все равно Блай больше теряет. Учитывая что у него бас нету это вообще печально. 145-171 по лимиту сейчас. Блай копит энергию инфестором вайпером. То есть он копит микс такой сильный. Ну вот вайперами если либераторов например зеленкой как-то выбить. Я не знаю. Но вот нужно что-то воздушное тоже. Караптеры может быть несколько штучек хотя бы. Чтобы либераторы по земле не раскладывались. Если они по земле раскладываются они тоже не в стеке будут. А вот когда по воздуху летают. Там стек. ЦЦшек Вильярд Хэппи везде строит. Сейчас АПМ 242-186. Оба напрягаются. Чейдинги куда-то там пошли. Так Блай вперед собрался идти. Подумал что сейчас сможет Хэппи подловить. Нет не смог. Здесь есть сенсор Тауэр. Поэтому нужно отступать. Вот наверное Блайо. Вот куда надо идти сверху. Посмотрите здесь вот это направление 4. Раз база. Два база. Три база. Еще здесь Хэппи строит. То есть можно одним каким-нибудь ударом 4 базы уничтожить. Ультрал то кстати живой. Который. Которого снайпершоты. Получились. Блочит Хэппи добычу базы Блая новой. Вот что видит Хэппи. А вот что видит Блай. Блай видит что там вся карта просто. Сейчас мне будет больно. Сейчас мне будет больно. Опять Блай с грудами начинает. Представьте здесь из-за большого. Ух так. Здесь Либераторы с двумя ультралами разобрались. Таких ошибок Блай вообще допускать нельзя. Здесь Хэппи базу опять же выбил. Два какие-то решительные действия нужно предпринимать. Он что-то тянет. Что он тянет я не знаю. Он же не сможет тут выиграть. Абсолютно очевидно. Если все вот так вот будет продолжаться. Ультрал всех развалил. Опять же гасты опять приходят. Снайперить там что-то Хэппи. Здесь у нас назову эти ЦСшки. Блин. Что тут происходит? Ну Хэппи баз только сейчас стоит. Очевидно вот что Блай медлят за чем-то сейчас. Непонятно. Уверсиров у Блая много. Либераторы издалека начинают рабочих убивать. Инфестора. Опять что-то все горит. С оранжевым пламенем очень жестким. Так Блай даже не... Ну хотя подрался последний раз. Хоть битву какую-нибудь показал. А Блай потерял все. У него ничего не осталось. У него два ультрала и три бруда. Все. Инфесторов пять штук. То есть вместо того чтобы битву провести и попытаться Хэппи сломать. Блай бегал тоже взад вперед и... Ну конечно он экономику хотел отстроить. Но если тебя уже со стройной экономикой расшатали, как ты хочешь после замеса, когда тиран опять построит 200, чтобы тебя не расшатали без экономики. Тоже странный момент. То есть конечно Блай надо пытаться было вперед как-то идти. В какой-то момент там одинаковые боевые лимиты были. Вайперы ошиблись. Залетели минус вайперы. По двум либераторам, по трём зелёнку поставил Блай. Два погибло, третий живой. Клад смещается, Блай ходит. Пятнадцать либератов опять раскладываются. Опять там минус Блай. Опять Хэппи ходит и что-то медлят. Да видно, что ничего нету тоже. Нужно правильно оценивать ситуацию. Не нужно давать затягивать. Что тут затягивается? Снайпер-шоты идут. Тут хату Блай одну восстановил. Но Хэппи пришёл и убил конечно же. Тут одними либераторами через оклик воздух можно сбить например. Вот Блай попытался вперед пойти, но как вы видите тут идти-то уже нечем. БГ, БГ, БГ пишет Глай. Ну действительно последняя игра БГшная какая-то была. Ну что, Култи и Лейзер дальше у нас. Я не знаю, подчеркали ли они карты. Вижу, Култи и в чатике сидит. Нажимаем. Нажимаем, мягкочит. На этом всё проходит. Какά-то. Фотография. Какой-то. Нажимаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Так, сумеречная башня Култи и лейзер, между прочим, тиммейты ДimaTorzok Ну что, Култи готов и лейзер тоже готов Начинаем второй полуфинал Не ждем, потому что в 20.00 Нейшн Варс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Яндек поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно Ава, ава, император-либератор Ну да, как-то так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делайте через кнопку, через мою, естественно Всем за это большое спасибо Дежавю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Будем смотреть Ну что, 16 пробок на мэне у Култи Раскачивает второй Нексус Элейзер Вторая хата через мув открывается Култи пробочкой домой уходит Посмотрим, как молодой Култи С молодым Элейзером Встретится Здорово, спиритолог Привет всем Еще раз гудгейм СК2TV Делок на рампе Линги пробок Не смогли догнать Естественно DimaTorzok Стоит надежно На халде Вот в таких интерфейсах Ох не показывается Там как стоит На халде Без таких важных моментов Не его контролить Мазеркор летает Здесь все равно все свободно Можно было бы вывести Да, как бы Все вот эти параметры Не стал Култи Включать Мазеркором энергию тратить Строит оракулы Между прочим Лиза пока не знает Что там оракулы есть Я так понимаю Я не знаю Что там оракулы есть Я исэп ДНР Ну что, если выиграет Элейзер, например, сейчас, то, соответственно, ох, ковер залетает, спалил сейчас Элейзер, что делает култи, спорки добавляются, на третий позже всё, поэтому на мэйни, на второй они уже готовы, ну просто бесполезно култи прилетел, ну одного дрона он подрезал, ну а дальше что дальше, ничего, демоджина получал, что-то тут у нужно улетать, здесь спорку Элейзер заказал, будет отменять или нет, может быть и не будет отменять, или будет всё-таки отменять, будет, наверное, хотя пока не отменяет, может быть забыл про то, что он заказал, ну тут в принципе на рампе тоже спорка бы пригодилась, да, потому что три базы, как бы вот обезопасить это направление не помешало бы, Элейзер спорку не отменил, здесь линги на уме, пулти спустил со своими адептами вниз, всё сегодня, так, секундочку ребятки, что-то мать звонит, сейчас надо поговорить, ну что адепты от култи на третью базу приходят, здесь оракулы харасят, на третьей базе проблемы у Элейзера начинаются, посмотрите, 14-15 дронов минус, ещё и на мейны адепты прилетели, обратите внимание, култи нужно фокусить бы дронов, что он и делает, кстати говоря, можно ещё раз иллюзий будет послать куда-нибудь, ну пока култи не посылает, 22 дрона минус, плюс оракулы ещё здесь летают, могут ещё нашакалить, обратите внимание, оракулы при этом всём култи не теряет, на красных хп, но 24 дрона сейчас убил, очень жёстко он как-то пришёл к Элейзеру, уничтожил много-много всего, но грейдов нету, вот только форжа с твайлайтом заработала, пробок забирает с дальних баз, с мейна, переводит всё на третью, третья сейчас полностью раскачивают, 63-50 по рабочим, но это практически уже 1-0, если Элейзер ничего не предпримет, то и, наверное, с плюрой, может быть, что-то можно сделать. 1-1 грейды пошли. Даркшрайн, ну, Даркшрайн, конечно, спорный момент, тут бы култи чисто в дестабилизаторах, уже в такой микс лейтовый выходить, грейды то, что делает, абсолютно верное решение, он, ну, у Зерга уже 2-2 пошли, то есть по грейдам остаёт, но можно нагнать бой, выставляют тут стазисные ловушки по карте култи, вот она так интересно, кстати, выглядит эта ловушка, летает что-то там, он смотрит, а, ревелэйшн кинул на ручей, кстати, время действия у неё нет, то есть она не кончается, что самое интересное, вы представьте, если есть несколько оракулов, штуки 3 вначале, у них полная энергия, сколько их можно по карте наставить, и они вообще просто будут везде мешать всему. Люркер Дэн почти готов, по лимиту култимочка просел, хотя сейчас вот варп идёт и приближается он к лейзеровскому, готово, плюс один, плюс два надо заказывать как можно быстрее, култи какие-то выходы странные делает, на хрена ему сейчас выходить, вот это хороший очень вопрос, здесь гидра ручей, култи смешной какой-то лимит просто для выхода, что вот это за лимит такой, так, ревелэйшн кидается, 4 люра морфит сейчас, грейды не делает, дарки пошли, да, дарки окей, пошли, но дальше-то что, у версира нет, кстати, у лейзера, култи это понимает, и сейчас он идёт вперёд, он хочет выманить своего оппонента на битву с ним, но он выманит сейчас люру на битву с ним, так, дарки здесь, люра закопана, култи приходит и разваливается здесь нахрен под люрой, уйди ты пока не поздно отсюда, култи тут ещё филдов наставил миллиард, ещё товар пошёл, посмотрите как на кураже каком-то култи тут агрессивно играет, дарков забрал, увозят, ещё и здесь и в плюс подрался, причём серьёзный плюс, с энтрей слишком много не потерял, 4-й нексус занял, 2-й робо-робо-бэй, лучше рампу не прочесть, тяжело выходить будет иначе, вижу, что форжа, грейды продолжают делаться, но, блин, ключевой грейд, вместо атаки бустятся гиты какие-то, призма на вторую хочет полететь, кстати, если здесь корпусу зафокусить и ещё варпануть дарков можно неплохо, хотя тут у версиры есть дарков новых, наверное, лучше не варпить, посмотрите стазисная ловушка, как в тему была, просто вот тебе и весь выход лингов заблочил, призма летит сейчас, так, здесь и лейзер лингов, лингов законтролил, уводят, но култи нужно вот с этой стороны было, со стороны вероятного отступления держать, конечно, юнитов, такие какие-то недосчёты, которые култи тоже нужно устранять, но после начального преимущества, конечно, надо дожимать уже поляка, вот хай граунда можно было очень добычу, не знаю, всё что угодно делать култи может, так, агрессивный блин вперёд култи делает, здесь люра, и лейзер очень чётко и быстро реагирует, отгоняет култи сейчас, призма в это время прилетела на вторую базу, на третью, я бы сказал, да варп идёт адептов, куда ты их варкаешь, нахрена от тебя не нужны, кулёк, култи, ну что, королева живёт, королева живёт, 3-2 акраиды, у култи здесь уже 3-3, ультралы пошли, ну вот называется, бегал-бегал, култи преимущество отдал всё своё в итоге, непонятно как-то, варпит каких-то стулкера, это всё, конечно, прикольно, вот это что, вот, посмотрите, вместо того, чтобы пойти изобреть сейчас 3 юнита крестом, култи всеми своими 200, вот когда не надо, вот у култи давно такая проблема, когда не надо, он куда-то ломится, а когда надо, он бегает взад-вперёд, что-то тянет, как бы, ну, корейцы-то за такое вообще не прощают, с лейзером тоже может быть бубо, вот гидра ходит, ну вот что здесь бояться, здесь нихрена нет вообще, 2 люкера, ну вот сейчас ультра вышел уже, теперь уже есть, нужно сверху обойти, например, сейчас култи, здесь у нас атакуют линги, варпит созилки плюс дарк, култи идёт на дальнюю базу оппонента своего, приходит, здесь люк копается, нужно дестабилизаторами стрелять, но култи не по люре стреляет, а в молоко просто-напросто, здесь люра снизу пришла, кстати, что култи делать, так, это хороший выстрел был, на люру агрессивный блин пошёл, а в сервер с му, между прочим, люру не добил култи, и что боится-то, добить надо её, спокойно причём, 177, 176, здесь у нас какие-то забегания идут, постоянно пытаются лейзер дестабилизаторов выбивать, и, кстати, игра почти, нет, не выбился, чудом выжил, 187, 195 по лимиту, 3-2 култи, 3-2, нет, 2-2-1 сейчас, грейды 3-2-1 сейчас будут, очень скоро нужно заказывать дальше и поля, и всё-всё-всё, пока брудов нету, старгейт есть в перспективе флитбикон, плюс ещё старгейт, и всё нормально будет, третий армор заказал култи, после атаки поля чуть не заказывает, а надо бы заказать дестабилизаторов на ровном месте, даёт, по лингам стрелять вообще, ну, тархоны нужны, чтобы они перестраховывали, микс жидкий, просто с интри, какие-то сталкеры, нужно часть этих сталкеров вообще с интри на архонов уже давным-давно вменять против такой хрени, смотрите, какая у лейзера там жесть, правда, гидра взрывается очень жёстко, и стабилизаторы ещё стреляют, ультралом даже демэдж великолепный култи наносит, но вынуждены вступать, линги плюс ультра и лейзера всё ломятся вперёд, култи фокусит, ультралов, между прочим, очень неплохо фокусит, оверсиров, фокуснул, нужно дарком драться, култи боится что-то дарком, не дерётся, у дарков ещё до варков, отступает немножечко назад, но дарки-то как рубят здесь, ой-ой-ой, без, без обнаружения, без вижена дерётся и лейзер, и нужно как-то это реализовывать, пятую базу вставят сейчас култи, блин, ну вот у култи у самого обсервера нет, где обсерверы-то все, вот он висит, посмотрите, дарки всё ещё ультралов минусует три штуки, здесь оверсиры летят вперёд от лейзера, култи про обсервер свой забыл, но дарков зато на дальнюю базу выводит, так, обсервер полетел, наконец-то отбивает култи, здесь всё 128, 181 по лимиту, у култи всё печально, но пятый некус права готов, своего сталкера красавчик забрил, здесь дроны начинают гибнуть, лейзер контролят, дэскат уруби, куда ты за ними гонишься, лейзер контролят, култи не контролят, дарков одним нужно уйти, конечно, вторым можно и понапрягать, так, култи и делает, пятый некус вроде занял, но у лейзера всё лучше значительно сейчас, в данный момент, дарком пытался сныкаться, култи не сныкался, вот нашёл его лейзер, вот из такой ситуации проигрывать, это значит, что ровную игру будет култи, очень равную игру будет очень тяжело выиграть. Вот забегание лингов идёт, некус ничем не прикрыт, култи непонятные какие-то вещи, архонов вообще в этой игре не видно было, не, ну конечно он тренируется, да, адепты, но против зерга без архонов играть, да какие адепты на такой, вот что, что здесь делают адепты в этом, кого они должны убивать, ну да, они лингов убивают, но здесь не одни линги, вот против этого они бесполезны, архон один в тысячу раз полезнее, чем два адепта, вот ситуация по лимиту столько же занимает, что самое интересное, ещё два дарка култи заходят, и лейзер видит, видел, но пока никак не реагирует, култи надо 200 копить и с архонами обязательно, шансов других нет у него, плюс больше имморталов, дестабилизаторов почему-то нету, всех потерял, а не, вот один есть всё-таки, да, миллиард юнитов здесь заказано, архивы темпларов есть, что самое интересное, архивы темпларов есть, поля не продолжает делать, то есть вот тут поля, плюс шарики нужны, всё, и это победа будет, газа тем более, а вот, наконец-то, ё-моё, култи понял, что архонов можно подварпить, неужели, где архоны, вот архоны, 4 штуки сразу сливает, молодец, 179, 200 по лимиту, ещё развалить-то, зерга, изи можно здесь, грейды хорошие, всё замечательно, вайперы, правда, адепты нахрен не нужные вообще, которые газ ещё отбирают, нексус отменяет, вот, кстати, култи стоит, никуда не идёт, и зерк ему умудряется при этом всём прийти и отменить нексус, зато апм 200, хотя у лазера больше ещё апм, но вопрос в том, что ты расплить юнита, пусть часть охраняет-то адепты как раз, бесполезные эти, пусть там стоят, я не знаю, здесь люра, люр закопался, 6, култи, что адепты, ладно, ё-моё, чё эти адепты-то всем приелись-то так, я не знаю, и лазер делает идеальный микс против армии култи, тем более люра плюс ультралы, адепты вообще нахрен, просто, просто лимит в никуда называется это, так, здесь люру убивает последнюю култи, приходит иммортлов, да, много, но дестабилизатор есть, он, а, дома он был, нужно подвести, так, заходит култи на люру, просто провал на зелёнку, куда ты лезешь-то, что ты делаешь вообще, такой... Не, ну юнитов-то настроить ещё не победа, нужно же голову врубить, как их применить, вот это-то что такое, куда ты идёшь-то? Заходит наверх, култи вот всё хочет, он наломится прям, чё там... А, ну это улын уже пошёл, потому что у него базы нету, ну ну люру-то куда, ну вот дальше база есть, иди ты на дальние базы, пришёл култи, прыгает, адепты вообще ничего здесь не делают, сзади ещё гидра, то есть те юниты, с которыми адепты могут драться, они сзади стоят, и они бесполезно в итоге выходят, эти адепты. Култи, кстати, даже каким-то чудом бой победил этот, но это проигрыш, потому что пятой базы нет, экономики нет, а здесь есть экономика, и вы видите лимиты сейчас. Култи вот заходит на эту базу дальнюю, а здесь даже лингами вот это всё сгрызается через оклик, ни одного вархона нету. Перепоркнуться отсюда не получится. Бегает, пишет Култи. Ну не знаю, вот адепты по мне, так юнит в данный момент вообще вот не всегда он как бы бесполезен, но в ПВЗ просто вархоны забыты, это печаль. Адепты, они как зелки, на лейте нахрен вообще все минус раньше. То есть нужно в средней стадии их чётко использовать очень. А ультралы там с люрой одни, ты куда там эти адепты-то? Три гидрала креста, им некого бить. У них бонусы даже ни по кому нету, не говоря уже о том, что они и хп меньше имеют. Так, зову игру. Лейзер Култи. Так, поехали. Все готовы. Терраса Приона, вторая карта. 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 Продолжение следует... 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 Так, ждём мэджика сейчас. Не, ну вот если это оклон, тогда должны быть фотонки, я не знаю. Кстати, лейзер напал таким миксом, который бы вообще там пару грелок бы отогнал, там ничего по воздуху не било даже. Так, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Два ноли лейзер. Ну что, полуфиналы могут выдаться в сухую сейчас с двух сторон, как для Култи, так и для Блая, если Култи не переломит ход событий. Причём карта, я бы не сказал, что она вообще протосовская. Она не очень-то протосовская. Привет всем, кто недавно пришёл, ребят. Всех рад видеть вас. Турниры интересные, игры интересные. Помните, что на кипбете ставки есть, сделайте их через кнопку мою на эскаду в АТВ Гудгейме. Помните, что турниры можно и нужно поддерживать, как и меня, мой канал, отключенными отблоками, подписками на премиум, ну и по реквизитам описания, или через плеер, естественно. Вот, сейчас какая-то реклама чуток появилась, но всё равно смешное количество. Пробки не строят, Култи нет, тут заказывают. Пробки-то где? Вот пошли пробки дальше, наконец-таки. Строится кибернетка, адептов пока нет. Здесь пилончики есть на второй, но переводятся дроны, есть уже пулу и лейзера, то есть мув заказывает. Между прочим, это может быть подгрызалка какая-то сейчас. Между прочим, это может быть подгрызалка какая-то. Ну что, если лейзер выиграет, то тогда мы сможем убедиться в силе стиля хэппи, или же в том, что просто Блай слабенько отыграл. То есть, если хэппи лейзера пробреет, то тогда ответ очиний. Если нет, то понятно, кто виноват тогда в поражении. Ну, в поражении всегда игрок сам виноват, в большинстве своем, ну то есть, или же его самочувствие какое-нибудь, там может иногда бывает и такое быть. Так, адепты пошли сзади лингов. Ну, култи опять их не контролирует. Что култи делает, хрен знает. А, лингов есть мув. Нет, все правильно култи делает. Я думал, что култи затупил, култи не затупил. У лингов мув есть. Он, наверное, это заметил, поэтому сзади не повел иллюзию. Здесь у нас два пилона, стеночка есть какая-никакая. И все, можно здесь вот оставить адептов. Если что нужно, сюда два оверчажа вывешиваем, и все нормально. Мазеркором куда-то разведывать. Култи пошел. Опять Твайлайт, опять скорость атаки, между прочим, адептом. Грейт у нас делается. Адепты в минеральную линию уходят. Ну, култи пилончик тут ставят. Кстати, там проход был для лингов, если что. Какая-то странная застройка здесь, конечно. Здесь вот еще одно здание нужно. Да, здесь еще один гейт. А вот здесь проход будет, и он газу добычу даже мешать не будет. Ну, что, залетает, и лейзер все прекрасно видит. Пожао, путь изобиленно. Здесь газ, подниму. Хотя нет, у нас сюда вообще здание может не влезть, потому что здесь край. Ну, к силнагу тут адептами култи приходит. Здесь оверчаж был выставлен на пилон, чтобы овера прогнать. Ну, одно у сталкера, варпаниты, все равно пригодится. Так, здесь адепты на мейн пытаются култи завести адептов. Заводят на мейн. Грейт на скорость атаки готов. Но нужно уходить нахрен отсюда, конечно, не теряя много адептов. Здесь поплетки в рабочих есть, у лейзера везде. Култи уходит адептами сейчас спокойно абсолютно. Ну, и стоять здесь на проходе тоже я не вижу смысла. Робо пошло. Делается блин, здесь плюс пилон еще. Култи, посмотрите, вот, все строит. Ну, вот, если проанализировать момент вот такой вот, например, это вторая база. То есть, теоретически, она под ударом может оказаться. Куда ты нахрен пилоны нагромождаешь друг на друга? Здесь четыре здания одним кастом реводжера можно бить. Ну, вот такими моментами нужно следить же, естественно. Это может показаться мелочью, но на самом деле из-за этого игры проигрываются. Потому что такие вещи, это уже не мелочи совсем там. Это не рабочих на ближние минералы распределить. Там, я не знаю, или по два на кучку, где там один на минералине, а три на другом. То есть, все это, все это, все это очень сильно решает. 64, 56 по лимиту. Култи строит имморталов. Плюс один блинк. Почему-то не бустится фаржа. Потому что бустится блинк. Здесь стеночку надо сделать, конечно, да. Стеночка готова. Кстати, хорошо здесь стенка тремя гейтами, двумя пилонами делается. Ну и все бы роняться вот в этом месте, получается, можно будет. Так, позиционно. Кэшкард так себе бустится. Вторая атака. Роба больше не бустится. 100, 122 по лимиту. Здесь у нас иллюзия летает. Видит гидро Дэн Култи. Лингов встретил, убил. Филд в пробку поместил. И поэтому спас от лингов ее. Сейчас Филд кончится и в робке. Что у нас стоят? Пробки нужно добывать, начать ими. Плюс еще 2 агита ставят. Култи даже 3. И это будет какая-то агрессия, судя по всему. Мазеркор летит вперед. Куда ты летишь, Мазеркор? Култи уводит. Хорошо хоть законтролил. От Реводжера увернулся. С Мазеркором начинает Реводжера убивать понемножечку. Сейчас дэмоджа много нанес. Красный уже стал. Все, блин готов. Можно с Твайлайта куда-то переставить буст сейчас. Нету апсервера. Ошибка вообще провальная. Сейчас от Култи и вот крип уже здесь у него. Ну где апс-то? Закажи что-то апса, ё-моё. Где ты начал? И ты правильно. Пуш с блинком будет плюс 2. Пуш очень сильный может быть. Тем более люры-то пока нету. 166-128 по лимиту. По лимиту там и лейзер не сильно-то и впереди. Ну у Култ где? Погодите. 0 апсерверов у Култи. Ну как драться без апсов вообще? Я что-то не понимаю. Крип выбить нечем. Вообще никак. По призме тут касты были. Раскладывается призм. Солдовар. Газа что-то Култи катастрофически не хватает. Вот у него добычи здесь нет. И вообще один всего. На сталкеров газ не нужен. На сталкеров порядочно газа нужно. Валтинику-то каждый. И не только же одних сталкеров нужно варпить. Так, идёт Култи вперёд. Пошла атака. Получает от реводжеров касты. Нужно ступать назад немножечко. Ещё касты пошли. Минус оверсир. Билды наставил ещё. Роучи забирать. Довар пошёл с 36-184. 6 гидралов строит уже сейчас. Лейзер. Это под люру, естественно, гидра. Ну она может и без люры пока подраться нормально. Ну плюс 2 на одну атаку. Как бы у Култи всё хорошо. Агрессивный блин вперёд идёт. Подчёркивание. Брейн поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. По-братски. Здорово, Кирилл. Спасибо тебе, братан. Адепты здесь, кстати, Култи-то выигрывает битву агрессивным блинком. Вторая часть армии не подоспела у Элейзера. И он развалил сначала одну с гидрой. О, люру в итоге морфить не ищего. И Култи начинает давить, чувствуя, что в сухую не получится. Как Блая Хэппи отдали эти Лейзеры у Култи. Но вот правда призму сейчас Култи просто в нелепом месте каком-то разложил, отдал. И лимитов всё, кстати, у Элейзера больше. Но он по очереди выходит. Естественно, отдаётся там по очереди все юниты. И Морталы непонятно с кем дерутся. Один с Газом там бился. Но вот Пару, в общем, начал по идеальному своему варианту выдавать 50. И 99.87 по лимит Култи вперёд вырывается. Конечно же, это 1-2 сейчас ситуация будет по лимиту. По счёту матча. Олег, 13-12. Да, колоссы стали гораздо слабее. Их редко сейчас можно увидеть. Но может быть в будущем появятся они. Гребень или лак. Создаём карту. Не будет у нас 3-0 счёта здесь. Спасибо, Кирилл. Всем спасибо за поддержку, ребят, большое. Очень приятно. Сейчас это основная статья, конечно, доходов перед Новым Годом. Так. Паша что-то тупит. Ещё раз позову. Чё-то, Кирилл, там пишешь, что ты... И не разбанить смесь я никак. Какие-то матные слова. Поехали, Паша. Паш, стрим посмотрим. Так, не стал я судьёй, стал зрителем. Так, не стал я судьбой. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 укол все такие стрёмные постоянно 3 уход увидит нужно уходить через королев уходит сейчас еще одну пробку потерять нет нам увел айзер бегает пробка поэтому не погибает hyperdigital xq привет всем привет ребят время к сколько у нас 18 17 блин а у нас только полуфинал 2 идет так можно донейшн ура не успеть то все провести ну ладно я думаю уложимся как-нибудь как-нибудь уложимся я думаю перейти еще финал с хэппи но соперник его определиться может быть в этой игре а может быть следующий если пути сейчас выиграет то счет сравняется рауч ворон делается у култи робобэй и это как я понимаю будет соответственно дестабилизатор харас адептов теряет пултин двух штук опять на ровном месте ну чё делает такого не понимаю так линги пытаются забежать и они забегут пользователь активировал премиум на ваш канал так опять ну там премиум активируют спасибо тебе странно ничего не происходит в этом всем ничего не прибавляется понимает я думаю сейчас лейзер что это харас дестабилизаторами будет один уже готов призма разложена гейты добавляются вот и прибавляется до интересное вот это вот решение конечно но и лейзер все проверяет что самое интересное он подозревает что но они тиммейты то есть пути наверно так может делать поэтому и лейзер собственно так и отреагировал так видит култи здесь юнитов много достаточно призма летит вперед прямо под носом у овера нексус будет спален призма спалена в итоге ну ё-моё здесь ровуч пришел к лейзер не показался что нексус заметил неплохой удар по реводжером сейчас четыре дрона плюс реводжеров ровущей култи там подрезал некоторое количество нексус готов и линги выдвигаются вот к этому нексусу сейчас есть два пилончика култи делает ну а дальше то что нужно сюда что-то подварпить иначе просто беда будет на этой базе здесь у нас имморталы прибавляются сталкли блинков пока никаких нету ничего такого нету четвертая хата у лейзера есть здесь все нексус минус есть култи сюда что-то не наварпанет ждет лейзер пока больше пробок култи постой или что он ждет я не знаю ну похоже на то что да пока больше пробок култи построить вот этот про лево подрезал на четвертой базе ну хоть что-то нужно было подрезать четыре пробки минус можно сюда но так вот нексус терять на восьми лингах но это просто идиотизм конечно нужно что-то наварпить сюда но култи ничего не варпит култи выход делает 105 лимитов 150 то есть нексус не вкатил и култи решил вперед вломиться но тут сейчас люра уже будет морфиться дестабилизаторы это конечно хорошо но юнитов недостаточно для того чтобы за убить оппонента так выходит лейзер вперед култи отступает билды пошли кстати очень даже неплохие нужно отступать мальчика назад что култи и делает трех ручей отжимает но будет ли дальше он агрессивный щит нексус потерял нет не будет отступает назад ну блин это печаль это печаль так линка от линка одного камня не звали люра приходит в лопаты лейзера призма вообще непонятно где лета култи четвертую духарась четвертую базу на которой ничего вообще нету все здесь падает 4 гейта отключены все отключено ребятки это судя по всему 3-1 хотя сейчас призма вернется может пути получится что-то сделать но ема как он снизу хочет попасть вообще куда-то там кстати попадает даже по юнитам но не ксус падает понемножку люры все равно много нужно стрелять и стреляет но минус старая база и на мэне пробки падают 66 на 140 гг култи 3-1 и лейзер в финале желает лейзеру култи записи все конечно же будут выложены так лейзер култи против блая лейзер култи работа лейзер 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 лейза Продолжение следует... 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 Паша, они заходят Поехали Начинаем игру Все готовы Култи против Блая Призовые на четвертый Не будет Непонятно, когда турнир Вообще будет следующий Кайбу Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, тоже бой 5 до трех побед Сумеречная башня Первая карта Блая против Култи У нас бьется Вот Призовой на три места Да, следующий турнир Как будет непонятно Там мы посмотрим Что и как Вот Это уже будет После Нового года точно Кого инвайтить Кого не инвайтить Ну что Нексус гейт Култи Углая хата Пул Будет ли третья хата До пула Видимо, да Вот он выводит Дрона сейчас Раньше Времени Немножечко 300 еще нет Ну тут буквально Секунд 10 Подождать Наверное, нужно будет И третья хата Будет заказана Да, вот пошла Третья Все достаточно четко Култи Два газа Начинает добываться Пилона второго Я вообще-то у Култи Не вижу А это ошибка Потому что До готовности Нексуса Пилон второй Необходим Хотя, если Боевых юнитов Не строить То, в принципе Лимита Ну как Хватит А, ну да Тут 7 В принципе, да Сейчас Нексус уже будет Готов Все нормально Был неправ я Здорово, Дим Вижу твой вопрос В скайпе Я думаю Ты все уже понял сам Сегодня Как и вчера Адово Все Ну, нет Вчера Вчера был стрим 13 часов С половиной Или сколько там 13 Во сколько мы Закончили Точню Два там Или Короче, да Вчера около 13 часов Был стрим Чуть побольше Сегодня будет Поменьше Конечно Потому что Я не так рано Не в час Стартовала Без 10 И три Я стартанул Пару игр ФП сыграл И потом Началась Бабра Лига Восемь часов Будет Нейшн Уорс Но сегодня Там Два матча Всего лишь Как бы Будет И я надеюсь Что не такие Адски долгие Они будут Как Вчера Бусет Култ и Адепта Сейчас будет Готов Готов Адепт Можно прогуляться Немножечко Им сходить Так На мэне Что тут По рабочим Кстати 16 Здесь 3 Здесь 1 Ну тоже Недочетики Ну ладно Это уже Не так жестко Как другие Какие-то ошибки По рабам Култи впереди Естественно Пока Еще Пробок Про запас Заказано То есть Вообще Не теряет он Времени На продакшене Вот как Хэппи Раньше Косяк Был Именно Нужно Было Ему Заказать Уже По готовности Почти Ко Готово Рабочего В итоге Он терял Секунды Драгоценные По рабочим Проседал Всегда Еще Пулти Все в порядке Так Слюз 2 Гейта Добавляет Пулти Старгейт Строит Феникс Самое Интересное Так Здесь Феникс Овера Принимает Второй Феникс Другого Овера Примет Блайбес Мула Четыремя Лингами Вперед Идет Здесь Мазеркор Здесь Два Адепта Зилок Я бы Даже Энергию Не тратил На месте Пулти На этих Лингов Мазеркор Потому что Ну пусть Хопятся Хотя Тут Незначительно Если бы Поставил Забрал бы Пару Лингов Не одного Феникс И Уверов Убивает То есть Через Пять Фениксов Пусть Иршел Отыграть Насколько Я понимаю Сейчас Роба Пошло На третий Нет Или не Пять Фениксов Три Феникса Я вижу Четвертый Заказ Нет Все-таки Обычно Пять Фениксов Но их Нужно Быстрее Строить Потому что Быстрее Построишь Быстрее Тут нахарасишь Оппонента У нас Королева Одна Висит Здесь Было бы Здесь Все Фениксы Которые Сейчас Есть То Можно Королеву Это Убить Было бы Четыре Адепта Плюс Три Феникса Пусти Тут Собирается Он Блая Понапрягать Кстати И Между Прочим Роуч У Блая Вообще Нет То есть Он Без Роуч Ворона Даже Играет Так Адепты Идут Вперед Можно Королев Разобрать С Фениксами Вместе Адептами Так Адепты На мейн Заходят 20 лингов Блая Заказывает Сейчас Пофакутил Пулти Дронов А Вообще На вторую Заходят Пулти А тут Кстати Нечем Даже Адептов Встретить И столько Дронов Блая Пытается С дронами Все разобрать Но Дрон Это Затерпит Сейчас Из-за этого 11 Уже Упало Дрончиков Углая И это Не предел 12 Предел Оказался Не слишком Велика Разница С 11 Фениксов Пулти Продолжает Строить Делает Плюс Один Делает Две Фаржи Причем На третьей Базе Ну Такие Вещи Я уже Не раз Говорил Что Ошибка Ошибка На разных Базах Делать Интересный Грей Сейчас Пошел Так Саплай Блок Ну Ненадолго Пилоны Строются Пилонов Будет Углти Фениксы Домой Вернули Сейчас Полетят Перед Кстати Феникс Ими Нужно Расчистить Расчистить Путь Под призму Чтобы Она Незаметно Залетала Грей Шедл Привет Да я Смотрел Что там В теме Писали Как бы Там Пару Человек Я уже Закрыл Вкладку Даже Не знаю Где Она И нахрен Но Я понял Что Меня Обрадовало Что Даже Без Привлечения К этому Какого-то Внимания Людей Адекватно Больше Как бы Оказалось И слава Богу Значит Мир Не обречен Еще Пока 1-1 У Култи Здесь Тоже 1-1 Линги Без Мува Бегают Где Призма Вообще Вот Она Висит А что Култи Ждет Не понимаю Гиты Добавляются Архивы Темпуаров Добавляются Ублая Хай Пошел Если Ультралов Дождется Все Вот Эти Хрени Вообще Не сработает Чажевая Зил Это Что Такое Так 2-2 Ублая Фениксами Култи Летает Призма Летает Зилки Архонщики Сливаются Но Опять же Еще раз Глюб Будут Ультралы И все Это Все Сразу В ноль Сольется Култи Выходит Преимущества По градам Нету По атаке Над армором Зерга Мазер Курдома На рампе Ничего нету Это Печаль Полная Култи Делает Выход Блай Бегает Зад Перед Кстати Блай Реагирует Лингами Забегает Нужно Уверчажей Успеть Култи Наставить На рампу Нужно Успеть Наставить Самое Главное Успевает Наставить Всего Что-то Бегает Зад Вперед Все Сейчас Ультралы Увлая Пойдут Это Уже Фейл Для Култи Полный Причем Вообще Ни 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 Ну ты Либо делаешь Что-то Либо нет Ну Фениксами Залети Посмотри Что там Происходит Увидишь Что там Ничего Нет Ну Такие Вещи Старкрафте Недопустима Такая Слоупочность Когда ты На месте Стоишь И ничего Не делаешь Тебя Наказывают За это Всегда Если Игрок Грамотный Там Все До Секунды Идет Так Еще Архон Ну давай За Караптерами Ну Молодец За Караптерами Сейчас Гоняется Всем Своим Жестким Лист 166 154 По лимиту Ну Наконец Пошел Вперед Представьте Сколько Можно Уже Раз Было Сюда Прийти А Теперь Вышли Ультралы Но Они Не дерутся Все В куче Там Зависло Где-то И Для Фулси Это Шанс Королев Запрессовал Как Там Сплэш Архоны Выдают Это Жесть Какая Это Просто Все Там Сзади Ультралы Падают Отойдите От плеток Контроль Нулевый Вообще Сейчас В битве Где Култи Там Контролят Я не Понимаю 124 123 По лимиту Дотекание Вообще Зилки Кит 4 Вот Призма Где Довар Вообще Где Довар Какие-то Три Робо Строит Можно Убить Вот В этой Атаке Было Все Оппоненты Но Култи Имея Призму Здесь Просто Сюда Переразложить Сделать Парвар Вообще Все ГГ Нет Култи Как бы Какие-то Там Робо Строит Четвертые Нексусы Ну Зачем Время Тянуть Если Все ГГ Уже Фактически Добивая Не хочу Ну Не добил Но Тем не менее По лимиту По грейдам Ситуация Неплохая То есть Да Тут преимуще Все равно Есть Но Это Не значит Что Култи Играет Сейфобией Это Наоборот Не Сейфобией Называется Когда Ты Время Тянешь Можно Добить Глай Пытается Контратаковать Но Я думаю Что Контратака Его Вообще Не зайдет Сейчас Совсем Так Здесь Принимает Все Култи 5 6 Ультралов Приходит 6 Ультралов Уходит Один Разведывательный Линк Тут Боевой Так Бегает Так Запилил Рабочими Линк Прилетает Феникс Живой Тут Просто Одна Спорка Все Микоза Нет Поэтому Расхарасить Можно Дронов 5 Подрезал 84 58 И Култи Еще Рабочих Строит Вот Тоже Такая У него Есть Тема 90 Рабочих Строит Нахрена В Лотвию Бротсу 90 Рабочих Ладно Входьте Можно Понять Здесь База Сейчас Кончается На Четырех Базах Сидит Сам При Этому Зачем 90 Так Блай Прямо Внаглую Сюда Забегает Сейчас Булти Никак Ну Тут Рампа Не контролится Какие-то Вроде Все Четко Но Ошибки Детские Потом Идут 3 Грейды Запиленные Мортл Все Больше Нужно Дожимать Булти Блая Иначе Он Сейчас Оживет Если Блай Еще Добавил Люры Вот Зря Люру Блая Не любят Против Вот Этой Хрени Люра Идеально Зашла Сейчас Так Ну Ладно Давайте Смотреть Ругаюсь Ругаюсь Гулти Он Фатонок Строит Он Собрался Обороняться А Че Он Обороняться Сейчас Собрался Сейчас Бруды Будут Фатонки Не Помогут Гулти Просто Сейчас Причем Лая Рабочих Меньше То есть У него Боевой Будет Гигантский Лимит Из Култи Даст Его Построить Он Просто В лоб Не Сможет Драться Не У Култи Всегда Такая Тема Происходит Чайку Он Там Попил Я Очень Часто Сейчас Шторм Будет Готов Просто Вопрос Чего Сейчас Ждет Култи Просто Загадка То есть Сейчас Будут Уже Я Есть Пачками А Култи Что-то Стоит Я Не Знаю Чего Он Стоит А Вот Караптер Все Култи Заметил Караптер Все Выход Делай Пока Бруды Не Слились Правильно Надо Ити 200 Лимит Дождался Пошел Култи Грейтер Спар Сейчас Будет Готов Но Даже Сейчас На Клике Вперед Ити Можно Убить Просто Главное Сейчас Назад Отсюда Не Уйти Как Бывает Иногда Некоторые Делают Так Зеленка Пошла Култи Да куда Там Имморталы Не под Зеленкой Находятся Отступает Назад Култи Вне Зеленки Принимает Бой И Опять Что-то Ждет Было Место Того Чтобы Заказать Брудов При этом Всем Строить Зачем Ультралов Против Имморталов Тоже Загадочный Какой-то Момент Причем Грейтер Спай Наверное Не видел Что Пошли Заходят Култи Взрываются Здания Моментально Представьте Какой Здесь ДПС Ходит Просто Жесть Грейты 3-3 Зилки Выбивает Четвертую Там Ультралис К1 Побежал Отбивать Блай Морфит Сейчас 8 Брудов Култи Отступил Но Здесь Тяжело Конечно Уже Будет Слить Култи Конечно Но Затягивает Он Зря Абсолютно Потому Что Даже В такой Ситуации Можно Воздух Флит Бикон Ну Флит Бикон Хорошо Но Старгейт Один Еще Два Добавляется Блай Нужно Сейчас Брудами Вперед Просто Идти И Пытаться Что-то Сделать У него Добычи Вообще Не Осталось Практически Вот Одна База Только Здесь Мало Всего Здесь Хата Восстанавливается И Здесь В процессе Атаки Восстанавливать Все Пытаться Других Вариантов Я для Блай Не Вижу Груды Вперед Уже Полетели Култи Нечему Встретят Вместо Того Что Кстати Вот Тоже Например Сейчас Култи Мог бы Наварпить Просто Сталкеров И Убить Все Сталкерами Потому Землю Он Флам Снесет Вот Этим Смотрите Что Здесь За Ад Просто 12 Мортал 4 Архона Шторм Но Он Ждет Темпестов В итоге Пока Старгейт Строится Фатонки Не Помогают От Брудов Все Мы Это Прекрасно Знаем Отходит Култи Назад Бруды Уже Рядом Темпест Где Там Темпест Сзади Летает Где Он Там Сзади Летает Я Не Знаю Култи Начинает Уходить Теря Юнит При Этом Фатонки Хорошо Хоть Временечко Сэкономят Но Ублая Здесь И Против Одного Темпеста Найдется Армия На Патонки На Пилоны Нихрена Не Дерется Ультралы Все Сминает А Бруды Наземные Войска Отжимают Ну Ё-моё Неужели Култи Сейчас Проиграет Вот Эту Игру А Лимит Это Бо Ублая Больше До Сих Пор И Флитбиком В таком Месте Стоит Важные Такие Здания Ставятся Вообще Вместе К Самому Уязвимому Все У Улти Меньше Лимита Сейчас Саплай Блокс Придет Увидите Темпист Есть Ну А что Он Один Может Сделать По Бруду Стреляет Безусловно Вайпер Если Притягивается Темпист То Убивать Нечем Его Ой Ребята Ой Ребята Темпист Придет Караптеры Появились Сталкеров Пулти Доварпил Неужели Караптеры Разваливают Все нахрен Бруды Кстати Под штормом Отдаются Под всем 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 Но если Брудов Пулти Сможет Снять То Тогда Он Может Контратаковать Сможет Скорее Всего Аркон До Брудов Доходит Шторм Доходит До Брудов Штормов Миллиард Кидается Ультралы Падают Два Бруда Всего Остается Темпи С ними Справиться Безусловно Сталкеры С ними Справятся Ну и 120-2 109 Даже в Такой Ситуации Култи Нужно Идти Дожимать Сейчас У него Нету Добычи Минералов Фактически 36-38 Парабам По боевому Култи Больше Давать Время Блаю Сейчас Это Просто Жесть Как бы Сейчас Я надеюсь Култи Это Понимает Он Двигает Вперед Да Здесь Архончиков Сливает На дальней Базе Но Они Нужны Не На дальней Базе Вот Они Где Архончики Нужны Сейчас Култи Зеленка Пошла Ультралы Подходят Так Это Микоз Была Зеленка Только Потом Пошла В итоге Ультралы Сливаются Култи Слишком Много Строг ГГ Но Хорошая Попытка От Блая Так Вторая Игра Ульрена Вторая Карта Это Култи Карта Кстати Насколько Я понимаю А нет Это Блая Карта Блай Любит Сам Ульрен Култи Зову Блая Зову Мэджика Зову Смайл Зову Смайл Будет Тупить Ждать Не будем Время Поджимает Поехали Ген Неб Ультралы Тупик Так, по поводу голосовалок, просите Бзика, кто там есть, Паша, я не знаю, чтобы пилили, потому что не хочу отвлекаться, пилю рекламку, помните, ребят, что на кибете вы можете ставочки делать, матчи за третье место, бывает там явный фаворит был, 4.30 коэффициент на култи, а он уже ведет. Вот, делайте через мою кнопку, помните, про то, что нужно поддерживать турниры и мой канал, естественно. Вот, и скоро финал будет, где будет играть Хэппи против Элейзера, поляка, который култи выиграл 3-1. Здесь култи 1-0 ведет, но Блай тоже может такой, как поляк, счет сделать, если он сейчас начнет тащить. Начнет ли Блай сейчас прямо тащить? Хороший вопрос, култи вот некую закал, пробок что-то не строит. Пилончик строится второй. Пробок заказал. Пробок заказал. Ну что, пилон гейт запилен. Пробочка готова, мазеркор. Овер на мэне Блая висит, но не получится сбить. Понял вопрос про смайлы других стримеров. Смайлы ты ставишь, а на любом канале можно любых стримеров смайлы ты лезешь, в смысле ставить. Прибегает Блайна, халяву Кул Ти, потеряв два линга, сгрызает пилон. Кул Ти пока за овером гонялся, ни овера не поймал и пилон потерял. Здесь нужно еще один пилон запилить. Так, два сталкера Кул Ти двигаются вперед, приходят пробку, будет пилоны пилить. Да, посмотрите. Раз пилон, два пилон. Три пилона от Кул Ти. Мазеркор пытается Блая прогнать. Мазеркор не так просто прогнать. Сталкеры тупят. Что ты делаешь-то, Кул Ти? Что Кул Ти за хрень творит? Мазеркор. Блая, кстати, отгоняет. Красавчик. Великолепная оборона. Посмотрите. Отменяй пилоны. Все, провалился. Пуш. Три пилона Блая отдал. Просто красавец Кул Ти, а. Здесь нужно сваливать, конечно. Хотя пытается Кул Ти еще зайти четырьмя сталкерами. Теряет всех сталкеров. Трех, точнее, один ушел. Теряет пилоны. Просто настолько провал адский. Сейчас был от Кул Ти. Это жесть какая-то. И еще одного сталкера отдал. Что он делает вообще? Ну, четко Блая увидел, что Мазеркор можно позиционно отодвинуть от пилонов и просто наказал Мазеркор сейчас. Наказал юнитов. В итоге потери Кул Ти просто тысяча триста на там двести Блаявских. Блая лингами зашел подавать лингов немножечко решил. Тоже было. От ним нужно было. Кривоватый варп. Так что линги пробежали на мейн. Но они там уже ничего не сделают. Одного Блая, правда, сныкал для разведки в будущем. И еще и пробку успел подрядить. Ну, ё-моё. Три-четыре-сорок-четыре барабам. Двадцаточка лимита. Разница. Семероучий строится. Плюс мух. Я думаю, что Блая просто сейчас пойдет в атаку и будет дожимать оппонента своего. Поехали. Поехали. Двадцаточка лимита. Три-четыре-сорок-четыре-сорок-четыре-сорок-четыре-shory-sorок-четыре-sorок-четыре-sorок-четыре-sorок-chını. Ну что, форжак Улти ставит, 44-49 пробам, нублая 97 лимита. Пробивает камень, будет выход сейчас идти. Култи куда-то там пошел, королеву хочет поймать. Ну королеву поймал, но Култи Блая, Блай Култи за это поймал, он не сможет выйти отсюда домой. Посмотрите, привет Култи, говорит Блай. Ну что, касты реводжеров пошли. Телепорт домой делает Култи, теряя СН3, теряя все нафиг вообще. Просто вот сюда бы еще кастануть что-нибудь, что и делает Блай. Сейчас касты пошли. Пилончик упадет. Сейчас три пилона, правда, атакуют. Это жестко ГГ и пишет Култи. 1-1 счет, очевидный момент абсолютно. Ждем, точнее, сейчас я хостить буду карту, а вы ждите третью. Третья СЕРАС. Третья СЕРАС. Так, ждем всех остальных Мэджика Смайла Култи готов Ждем Блая Все, все готовы, поехали Ждем Блая Ждем Блая Ну что, 1-1, погнали Карта гигантская, кросс-респы Еще при этом все, мкул всееблая Чуточку фпнчика запиливаем Разведывает култибл И, конечно же, не угадывает с овером движения Так как респы кросс проверяет, култиб здесь не прилетел ли овер Кстати, по таймингу правильно на минуте 3 Здесь вот он, видите, прилетел култиба, заметил бы его, естественно Что же Нексус? Нексус сейчас будет заказан Култиб боялся, наверное, что Блайпул первый сыграет Поэтому так играет, Блай любит агрессивные билды Култиби 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 Так, ребятки, секундочку Култиби Култиби Клана Култиби Култиби Култиб baby Култв Так, шесть дрончиков строятся еще у Блая. Здесь Нексус начал забываться. Наконец-таки Култи. Третий Нексус запиливает. Сейчас Уверчарш выставил, чтобы Линк точно не пробежал. Вот. Три адепта вперед от Култи. Поехало. Видит Блай пилончик рядом с третьей, но он только пилончик видит. Он не видит саму Нексус, но я думаю, он подозревает, что это именно Нексус. Так, телепортик адептами пошел. На вторую базу Блай не готов. Кстати, игрокрыл Блай пилончик. Хотя, не посмотрите, Линги как вовремя вышли к Култи вместо того, чтобы куда-то иллюзии посылать и с Лингами под... Ну, хотя пять дронов зафокусил, но на трех адептов это смешно. Лингов без Муу можно было... Вот они по частям подходили, и по частям Лингов можно адептами... То есть нужно было кайтить Лингов отступая назад, а иллюзии пускать вот сюда на мейн, например. И можно было бы до большего добиться, чем просто тупо тремя адептами зафокусить пять пробок и отдать их. Есть у нас гит и роба, два пилона. Вот любят Култи тоже и многие процессы. Зачем роба ставить на третьей, на самой дальней базе? Поставь ты вот здесь, на этом пилоне, здесь пилон продублируй, хотя бы ты третью потеряв, если можешь не потерять ключевое здание. Почему? Потому что потеряв третью, можно не проиграть игру полностью. Можно еще выиграть. Всякие ситуации разные бывают. Все 4.57 по Робаму очень близко, по три пробки Култи строит, добавляются две форжи, робо-обсервер. Тут надежный какой-то билд, макро билд будет играть Култи, раз, две форжи. У Блай Спайер это будет мутка, очевидный момент, учитывая, что четвертая и пятая ставится одновременно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, плюс два гейта добавляется. Призма строится. Твайлайт строится. Десять муталисков в это время делает Блайк. Култи вообще информацию куимет. Никакой Аспайре он информации не имеет, поэтому к мутке абсолютно не готов. Вот есть призма, но блинк сверху... А, вот. Заметил обсервера муталиска в Култи. Сейчас что можно сделать? По несколько фотонок на каждой базе запилить. Здесь вот один пилон, правда, здесь вообще никак не запилить. Оверчаржем и здесь, например, да, отбиться на мейне сталкеров, оставить, сделать блинк. Три стергейта Акулти. Вы нахрена столько стергейтов. Тут уже Блай не раз показывал, что мутокараптеры, вайперы, нахрен всех фениксов разваливают. Тут нужно построить было бы Култи несколько фениксов. Для чего? Для того, чтобы просто отогнать мутку. И перейти просто в масс-грейды и землю, и сделать выход в определенный момент. И все бы было замечать. Так, здесь зелки приходят. Призму Култи потеряет. Так, 1-1 грейды не готовы. Бонуса по лингам нету. Бонус по лингам нету. 119-156. Хайф у Блай пошел. Плюс 7 муталисков еще. Очень много крипа у Блай вот из крутых моментов. Смотрите, криптуморы вроде по одному, но как далеко дотащил везде эти криптуморы Блай. Култи все, конечно, видит. Здесь уже второй куголь пошел. То есть свитч в ультралов будет абсолютно очевидный сейчас. Муталисков Блай. Посмотрите, вот он просто не лезет сюда муталисками. То есть, если ты такую хрень, как Култи, делаешь, тебе нужно агрессивно действовать-то. С сталкерами-фениксами выходить и начинать ломать. Почему? Потому что сейчас вот эти юниты выйдут, все, фениксы лопнут, и у Култи ни хрена вообще не останется. Грейды один сделал, один-один сделал, про грейды забыл. Ну, то есть, бездумное строительство юнитов какое-то происходит. Не на перспективу вообще. Вот сейчас можно фениксами полететь дальше, например, и сбрить вайперов на продакшне. Вот у Култи просто, ну вот, ему бояться нечего. Просто залетай, не хочу. Но он летает что-то взад-вперед тут над крипом, так что Блай видит, где он находится, и не пытается навязать ему ни бой, ни хрена. Все, вайперы готовы, начинает энергию пополнять из газа. А вот Култи, ну вот сюда. Вот тут так вот пролетели, сюда прилетели, сюда полетели теперь. Ну, овера подрезал. Да, допустим. В итоге 2-2 у Блая раньше, хотя у Култи уже почти 1-1 было готово, когда только 1-1 заказано было Блаем. Вот опять летит. Ни спорки, ни хрена нет. Култи летает зад-вперед. Куда он, блин? На эту базу, правильно. Где спорка есть, ничего больше нету. Кроме одной спорки. Так, зеленка на феникса выставляется, на второго выставляется, сплита нету, все в стейке, все нахрен разваливается просто. Вот то, о чем я говорил, естественно. Плюс 1 у Култи. Заказано. Сталкеры. Ну, кстати, по земле Лимит Сирой сильный. То есть Блая нету свича пока что в ультру. Он чисто муталисков зачем-то строит, тоже не понимаю. Хотя уже давно можно ультра вызывать. Сейчас Култи, если сделать какой-то четкий выход, то он может сбрить просто нахрен всю мутку, и ультра не успеет просто вылезти. Тем более стационарной обороны достаточно много. Фотонок, кроме вот этой базы, конечно, на четвертой много. Здесь тоже немножко есть. Линги заходят. Это отдача лимита от Блая. Почему-то нелепая отдача лимита. Где все эти 10 фениксов Култи висят здесь рядом. 2-2 грейды делают. Субблайдом второй армор. Воздушный ультралов несколько штучек добавляют. Все, пора вперед идти. И это очевидный момент Култи сейчас. Линги здесь бегают рядом. А, блинка не было. Ё-моё. То есть Култи, играя против муты, имея так до хрена сталкеров, не делает блинк вообще. Вот что самое интересное. А как без блинка-то биться? Я что-то не понимаю. Мутка на мэйт залетает. Минус рабочие. Все вайперы здесь. Феникс сзади летят. Култ поддержал ваш канал на сумму 600 рублей ровно. Спасибо, Фулл Горыч, тебе за поддержку. Очень приятно, ребят. Всем спасибо. Так, Мазерпур минус. Блая просто разваливает Култи в нахрен сейчас. Два Феникса остаются. Муталисков много-много и ультры. Это 2-1 абсолютно точно. Потому что экономики вообще не осталось. А вот этот микс ничего убить не сможет. Блая еще пионы пошатал. А Култи... А, я думаю, что Култи не блинкает? С нее блинка-то нету. Блинка не будет. ГГ пишет. Култи 2-1. Ну, это жесть вообще. Спасибо, Фулл Горыч. Ребят, всем спасибо за поддержку. Четвертая карта какая у нас? Лири Лак. Гребень. Научился, кстати, его выговаривать. Култи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Ну что, прибегает Блай. Так, на третьей есть спорка, на других базах, правда, спорки нет. Интересная стенка у Култи, а здесь-то никаких стенок нет вообще. Вот гейты пошли сейчас. Успевает буквально за секунду до подъема Блая гейтами закрыться. Ну, очевидно, что будет пуш. А что у нас в Даркшрайн, Даркки? Даркки один готов, второй варфится сейчас, третий варфится. Все выдвигаются вперед. Сейчас Блай их может спалить. Култи, ты... Как может... Ну, это просто, я не знаю. Не буду никого оскорблять. Ну, видимо, Култи не собирался Дарками. Да ничего сделать. Как можно такие ошибки допускать? Пройди ты мимо сюда, здесь ни с порог, ничего не было. Сделай неожиданно. Нет, Кулси... Кулси убивает сейчас. Криптумор, естественно. Естественно, Даркки спалены. Причем есть и Оверсир, здесь Телепорт делает. Култи домой. Что за бред-то такой? Такая застройка для врага. Подарок, да. Я это знаю прекрасно. Кулси новоархонов сливает за застройкой, а они не смогут выйти в этот проход, что самое интересное сейчас. Короче, Кулси последнюю игру вообще решил, походу, в ней играть. Что-то бред какой-то он делает. Да, Кулся здесь. Да, Пилон нужно выбивать свой. А почему здесь Дарков не слить тогда? Так, Гидроден, там уже было очень много роущей. Сейчас муф роущингу и готов. Пробить, короче говоря, невозможно, ни хрена. Кулси делает Робо. Робо это интересно. Таймварф от Кулси, кривой таймварф. Ну, тут ГГ выходу Кул Ти. И ГГ в принципе, что он пишет ГГ, ГГ, ГГЛ. Ну, странно, странно, честно говоря. Кул Ти как-то отыгрывал. Не знаю, нужно не расслабляться никогда. Таймварф от Кулси. Так. Ну что, финал на горизонте у нас. Happy Laser. Ну, как раз до Nation War. Пока там все разговоры будут идти, я думаю, успеем мы провести. Хотя, если игры будут долгие, как с Блаймом, у Happy, то тогда без шансов. Так. Как с Блаймом. Как с Блаймом? Как с Блаймом. Играет музыка. Ну что, ребятки, вот помните, что на кипбете есть ставочки. Кто хочет делать, можете через кнопку делать мою. Есть ставки и на Nation Wars. Happy против Лейзера будет биться. Вот есть ставки. Ну и Лейзера 3.70, интересный коэффициент. Так, проверочную. 11 запилим. Вдруг чего. Ну, Happy очевидно фаворит. Если делаете, делаете через кнопку. Вот, а также просьба, как обычно поддерживать. Так, создаю. Террасы Приона. У нас карта следующая. Первая. Так, зовем Лейзера. Зовем Хэппи. Зовем Мэджика. Зовем Смайла. Смайла всех зовем, короче. Смайла всех зовем, короче. Крепич готов. Готов ли Лейзер? Хороший вопрос. Ждем ответа. Это будет 7, ребят. Поехали. 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 Готовик. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, бо-7 даже я не прав. Поставил бо-5. Хат у Элезера. Хэппи через Рипера начинает. Сейчас, естественно, абсолютно. Какой АПМчик? О, Элезер жесткий АПМчик. Дайте-ка за ним глянем. 300 прямо АПМ. Но молодой игрок. Перспективный поляк в Польше. Много старкрафтеров. Еще со времен первого старкрафта было. Очень неплохой у них всегда был составчик. Не обязательно игр. Должно быть 7 игр. Может быть, гораздо меньше. Если счет, например, 4-0 будет, то вы понимаете, что игры, значит, будет 4. Но я думаю, что Элезер, может быть, он и смотрел, как Хэппи с Блайем играл. Я не знаю, может, он из этого какие-то выводы сделает. Может быть... Да и вообще, как бы, я думаю, он получше должен отыграть. Хотя я не буду... Давайте не будем вперед забегать. Блай ведь тоже хорош. В последнее время в форме хорошая. Но, видите, с Хэппи ему не получилось посоперничать как-то. 3-0 был счет. Только в первой или более-менее что-то такое было ровно. Так, уходит Хэппи Элезер. Поймать не смог. Плэмчик так больше 300 и держится у Элезера. Так, королева тут по мейну ходит. Еще одна минка ставится. Так, голосуем, кто победит. Хэппи Элезер за красивую игру, соответственно. Так, сейчас я даже перевернусь в стрим немножечко. Пока вы смотрите ФП. Так, идет Харас тут со стороны Хэппи золота. На рампу он подняться не может. Гранатами королев отгонять. Кстати, смотрите, у Элезера лингов. Четыре штуки и четыре королевы. То есть, если Хэппи, как вчера вот он играл с этим... А с кем он вчера играл? Забыл с Зерком. А, с фаеркейком. Он кидал гранаты, раскидывал королевы и гелионами прорывался в итоге наверх. То есть, сейчас он также что-то подобное мог бы продемонстрировать. Когда будет запись? Запись будет завтра, наверное. Ну, сейчас кончится финал. Я на заливку все поставлю, сделаю стоп-старт и будем Нейшн Воры смотреть, соответственно, заключительный день. Ро-16 сегодня. Инвиз у Банши заезжает Хэппи. Королеву подкинул неплохо. Ну вот и... Вот и Уверсир готов. Банша прогнана в итоге. Экономику-то Хэппи никак Лейзеру просто не трогает. Вот в чем прикол. Вроде как Харас идет, вроде как идет какая-то битва, но потерял Хэппи больше. Экономику вообще не убил. У Лейзера все замечательно. Здесь только третья ЦЦ-шка сейчас будет готова. А с темпаки ни о каком речи вообще не идет. Вот я вижу две инженерки для грейдов, естественно, ставятся. Так, здесь Банши с королевами пытаются разобраться. С королевами разбираются. Еще одна вышла. Как вовремя Хэппи улетел? Мне казалось, что Банша может убить королеву. Она бы могла убить, но учитывая, что вышла следующая, конечно же погибла бы. Одна бы и вторая, если прилетела помогать. Но Хэппи отконтролил назад от его. Молодец. Здесь 1-1 рейнжовый, у Хэппи 1-1 био, соответственно. Все стандартно. Мулы уже на золото полетели. На золото не мулы нужно кидать, а на золото нужно кидать... Так, мулы, поехали, Хэппи сконтролил. На золото нужно КСМ переводить больше. Мулы добывают золото ровно так же, как и с других басов. Так, гелиончики минус. Банша летает, контролит видео. Кстати, Хэппи четвертую хату. Еще 2 банши вылетает. Одну вычинил, одну почему-то нет. Почему одну-то не вычинил? Еще больше рабочих взял. Количество, чтобы вычинить. Так, здесь Роу еще заходит. Хэппи 1-1 сразу принимает, встречает. Инвиз и полетел к четвертой. Но Элейзер понимает, что именно хочет себе Хэппи сделать. Пошел скан, видит королеву. Ну, посмотрите, была бы вычинена банша, минус 3 королевы было бы. С потерей там одной банши, наверное, где-то так при хорошем контроле. Банша не вычинена, королева минус не будет ни одной. И вообще Хэппи ничего сделать не может. Здесь у нас, кстати, передробщик интересный от Элейзера будет. Хэппи на мэйне не готов встречать ничем. Но можно медиваком танк будет перевести побыстрее. Атака пошла от Элейзера в лоб. 170 на 107 по лимиту. Масс роущи, реведжеры. Это 1-0 в пользу поляка, скорее всего. Рабочих 30 уже погибло. Причем передроб был очень грамотный на мэйн сейчас от Элейзера. Он отвлек Хэппи внимание. И мое тоже. Причем я тоже пропустил атаку в лоб. Но нет, Хэппи держится. Раны я хороню императора. Император не будет сдаваться. Он будет биться до конца. Здесь пытается нагнать баншой реведжеров. Но уже мув роущим готов, насколько мы... Да, мув роущим готов. А реведжеры из-за мува тоже быстрее значительно бегают. Так что банши догнать не могут. Двойной дроп от Хэппи идет. 2.2 агроиды заказаны. 119 на 174. Что я Хэппи похоронил. У него тут еще и лимит какой-никакой есть. Правда, никакой харас вообще нигде не удается Хэппи. Но, по крайней мере, он живет и копит лимит. Это тоже очень важно. Но у Элейзера уже пятая база ставится. Делается леер. 2.2 агроиды примерно одновременно с Хэппи. И будет, наверное, 100... Ну, я думаю, что где-то... Может, 150 в 200 по лимиту будет в пользу Элейзера. Здесь еще одно забегание роуща очередное идет. Хэппи его принимает. На третье тоже какое-то забегание было. Здесь получает... Хорошо фаерболл. Всего 2 было. Медиваки чудом выжили. Поэтому 120, да, ровно, дэмэджа получил Хэппи. И в итоге как-то не ахтит. Все равно ситуация получается. Потому что не вижу, за счет чего тащить-то сейчас. 141, 100... По грейдам ровно. По грейдам ровно все. Вроде как преимущества никакого нет. Там буквально на несколько секунд у Хэппи. Ну, на где-то пятнашечку пораньше. Банши как три живы были, так и живут. До сих пор летают. Обратите внимание. Опять дропчик на мейк. Кстати, вот, посмотрите. Не ждет Элейзер дроп. Минус Криптумор. Хэппи приходит. Королеву-то минуснуть. Тоже бы не помешало бы. Ультралис Кеверн. Заметил красавчик. Минусует. Ультралис Кеверн. Не отменяет его, между прочим, Элейзер. А он денег, если что, стоит. Здесь Банши на Микозе. Хэппи отдает в итоге. Только я сказал, что живут. Сразу же минус Банши. Так, здесь у нас роучи заползают. Элейзер прям под туреткой полз. Минус роучи в итоге. Берет все танки Хэппи. Идет вперед. Или не идет? Идет. Ну, по грейдам 2-2, в 2-2. Роучи еще одного минус. Ну, здесь бы проход бы закрыть, бы не мешало бы полностью. Хэппи еще наконец-таки. Можно подойти вот эту базу прямо из центра выбить. Даже ломиться не надо. Вот сюда танки перевести. И ждать, если Лейзер вперед пойдет просто. Ну, Хэппи как-то по центру идет. Почему он не хочет Хату эту наказать? Он хочет в лоб именно подраться. Ну, лимит это 160 на 200 сейчас фактически. Ну, боевой одинаковый у Хэппи с Лейзером, между прочим. Но Микоз очень сильно решает. Фаербулы пошли. Рейлазеров много, роучи много. Хэппи разваливается. Ну, зачем давать такую позицию? Вот сюда танки дропни. Он будет ломиться вот через узкую горловину. Вот эту относительно узкую. Но все равно там рейлазеры сколько места занимают. Вы сами видели. То есть можно было... Вот сейчас ультралис кевер нужно минус 0. Конечно, уникальный армор делается ультралом. Это очень важный момент. Без армора они не решают. Хэппи начинает шатать. Ну, 136, 179. Казалось бы, вот тебе дают шанс. Нет, Хэппи все равно не реализовал. Какая-то странная атака. Причем, кстати, я вот не смеял, что он не видел вообще, что хата это есть Хэппи. Ты должен, наверное, видеть был. Так, здесь это помогает. Пытается трансьюзами. Трансьюзи здесь хату все-таки Хэппи выбил. Здесь передропы в разных направлениях идут. Марика одного забыл. Уводит все назад. 173, 135 по лимиту. Но 4 800 на 1100. Сейчас здесь ситуация. И, конечно же, конечно же, такой запас по ресурсам. Он почти что 5000 на 1000 в пользу и лейзера. Говорит о том, что шансов для Хэппи практически нет. Никаких. И грейды он продолжает делать. Тут еще утралискерн опять восстанавливается. Ну, даже без уникального армора все очень печально. Четвертый с Сэшкой Хэппи перелетает. Дропы постоянно идут. Это хорошо. Это шанс. Сейчас шанс для Хэппи какой? Отстроить хороший лимит, подраться, выиграть. И попытаться от обороны как-то перевести. Какой-то лейт, может быть. Я не знаю. Но и лейзер не дурачок. Он понимает, что Хэппи будет так и делать. Вот ультралы без армора. Посмотрите, что с ним юниты эти делают. Вообще в хлам разваливают. 145-157. Как Хэппи лейзер и так зашатал-то? Посмотрите. Везде дропы идут. Просто расшатал. Жесточайшим образом. Вот этот медивак, правда, не нужно было терять. Но на мэне врыв очередной идет. Минус пул сейчас будет. Здесь два медивака. Будет золото Хэппи Харасис. Посмотрите, он не дает и лейзеру к нему пойти. У лейзера боевого лимита очень сильно не хватает. Хэппи пытается покуснуть хайф. Успеет покуснуть? Нет, не успевает. Заходит на дальнее золото. Минус королева. Реводжеры кастуют, но мимо кастуют. Хэппи улетает вниз. 12 часов можно отменить. Здесь навряд ли отменить получится. Загружается, улетает. Везде тут рядом дропы. Кстати, Био это не убил и лейзер. Здесь от фаербола Хэппи попадает. Хайф запокусил. У лейзера гигантское количество ресурсов. У лейзера больше лимита, у Хэппи 130. То есть, он на дропах сливает очень много. Вроде как эффективный Харас идет, но вот это все сливать ни в коем случае нельзя. Хэппи должен с минимальными потерями дропаться. Был бы, должен бы. Гасты сейчас будут. Да, здесь есть Био, но медиваков нет. Надо возвращать медиваки назад. Так, здесь мародеры живут. В троущем разбираются. Харас от Хэппи на ура заходит. Вообще, конечно, лейзера он в ступор сейчас вел, но слишком велико преимущество изначально было. Так, ультрал приходит. Хоть одного-то мародера на ухо Хэппи увез. Уникальный армур ультрал он готов. Снайпер-шоты пошли от Хэппи гастами. Отступает Хэппи. Слишком много лейзера идет перед 170 на 115. Их все-таки дожимает. Несмотря на великолепное сопротивление. Лейзер идет вперед, понимая, что тянуть не стоит, иначе там 200 будет. И убивает. Планетарка здесь неплохо против ручь. И реводжеров берется. Так, здесь либератор один есть перекрывает. Но 80 на 175, и планетарка не выживет. И здесь СЦ-шка минус. Везде все минус. Все-таки шатал-шатал Хэппи, но не дошатал. Либератор минус. Так, гвозд мародеры под фаербула еще попадает. Прирост у ТВ-шора двигается с ультралами. Несколько юнитов здесь уже ничего не удержит. К сожалению, слишком много ультралов идет вперед. Ну, в какой-то момент, наверное, Хэппи надо было остановиться с этими бесконечными дропами. Может быть, сконцентрироваться на обороне. Но не смог остановиться в итоге он. Преон карты. Первая была орбитальная верфь. Вторая у нас карта, кстати говоря. Создаю игру. Вторая у нас карта. Так, поехали. Пользователь ГАСа активировал премиум. на ваш канал. Спасибо ГОСу. Народа за 2000 перевалило. Всем спасибо, ребят. Хэппи против Элэйзера. Финальная битва финальная. Орбитальная верфь карта. Наверняка, Хэппи через Рибера будет открываться. Он это все время делает. Элэйзер готов. Элэйзер готов. Ну что, готов барак Ждем рипера, да, пошел рипер Странно мне видеть, что Ну пока, да, игра только Началась, то есть надо пока Хэппи там все билдов отработает Ну почему сразу этого не делать Почему все время через рипера Да, юнит эффективный, но почему Там, СС-шку первую Не поставить когда-нибудь, я не знаю Хэппи ведь любил такое иногда делать Прилетает рипер сейчас А, вот смотрите, билд то изменился Через, не через одного, через пару риперов Хэппи открывается Но не через трех, явно Потому что факта уже строится Хорошо и лейзерлингов контролит Хэппи, вот королеву кидает Минку Улетает Ничего не убил вообще пока Второй рипер сейчас прилетит Может быть с двумя Сейчас риперами что-то получится сделать Ну, мимо граната Мимо все в итоге Запрыгивает наверх Хэппи Так, две гранаты И все еще не убил Ну, е-мое Что за жесть Ну что, мув есть у лейзера Хэппи пытается уйти от него Дрона минуснул Гранатка против лингов Но рипер все равно погиб От королевы с хайграунда Ну, третью цешку Мужчика задержал Хэппи Потеряв при этом Двух риперов Это было Ненужным моментом Потому что я вижу Армори И возможно это будет Кстати говоря Хелбата Баншей Ну, что-то такое Но Риперы помогают Таким кушам Хелбата Баншей Обычно Так что Лучше не терять Конечно было Хэппи Все это дело Прохарасин Мночка Хэппи Пару криптумеров Забрал Спорки пошли У лейзера Ну, кстати Почему-то не залетает А, он уже Все видел Он уже видел Все прекрасно Здесь Банши Ну, Хэппи Новые-новые Гелионы Уморы нужно Нужно сбивать Правда, Хэппи Чем у Хэппи Не, ну, контроль Хороший Контроль очень хороший Сейчас продемонстрирую Лейзер 1-1 Грэйд И опять Роучеры Вот же Как я понимаю Ну, что Можно сказать Раз сильный Микс Значит Надо использовать Месторождение минералов Выработано 67-59 По рабочим Уграйдам Хэппи Конечно Немножко Остает У него есть 4 Банши Которые Кстати Неплохо Контрят Роучи Реводжеров Нужно Полетать Ими Похарасить Еще И нужно Био Делать Конечно Так Минус 2 Марика Чейджлинга Скан Хэппи Видит Что Четвертая Нету В том Направлении Поэтому Летит В правильном Там Где Действительно Есть Четвертая Королевы Кстати Посмотрите Криптумеров Поставили В итоге Только У двух Трансьюз Будет Сейчас Здесь Есть Уверсир Рядом И у Элэйзера 5 Королев Ну Банши Кстати Очень Хорошо Вне Рэнжа Королев Коразер Не Понятно Зачем Хэппи Правда Под Королевами Дерется Так Минус Дрон Все таки Хату Не смог Заказать Но Королевами Элэйзер Прогнал 2-2 Грейды У Хэппи Армори Плюс Один Кстати На Технику На Танки Пошли Хайп У Элэйзера Делается Здорово Антох Всем Привет Ребятки 127 153 Дай Элэйзер Впереди Немножко По Боевому Лимит 8164 Но У Экономики Равная Ситуация И Я думаю Что Еще Все Впереди В этой Игре Много Мариков Много Мародеров Хэпи Делается Щиты Пошли Щиты Прокиты Поздные Так Есть Микоз Уже Плюс Реведжеров Каст Ну Кстати Начали Миксовать Еще С Микозом Потому Что Он Заставляет Все Встать На Месте И Тогда Попадает Просто Очень Круто Соответственно Фаерболы Щиты Стимпак Делаются 2-2 У Вз Лейзер Грейд Почти Готов Капи 2-2 Заказано Но Там До Адреналин Сейчас И в Ультралов Начет Выходить Пострелял Баншами Поровочем Ну и Хэппи выход делает До счетов там 20 секунд Остается пока идет, доделываются Танки строятся еще Танки с плюс 1, фугасы доделываются Танки с плюс 1 тоже, правда, секунд через 20 Будет нужно Хэппи ключевых этих грейдов Дождаться Ой, Баншей сейчас отдает Хэппи Точнее, одну отдает, остальные пока живые Но прилетают танки сюда вместе Сбил 177, 191 По лимиту очень серьезный прирост подтягивается И Лейзер вынужден сейчас будет драться Ультралов у него еще нету Танков 6 штук здесь И Лейзер пытается забегать частью юнитов сзади Вот забегание это пошло Хэппи видит, Хэппи стим патчется Хэппи Танки Хэппи просто все нахрен разваливают Сейчас сверху и Лейзер отдался Снизу и Лейзер отдался Фаербулы падают сверху Критического дема же не нанося Но Мико с покраснющим мариком Как заходит сейчас Но часть выживает Лимитеру равны Ультралы в продакшне Четвертую хату это не спасает Ультралы в продакшне Она успевает погибнуть Самое интересное, что Хэппи на 1-1 Грейда против 2-2 бьется И это очень опасно Потому что сейчас ультралы начинают выходить Но они правда без уникального армора Как только с армором будет Это все будет Хэппи здесь будет развален Кстати, нужно сваливать отсюда Хэппи как можно быстрее Причем слишком много Лейзера Так, Хэппи это и делает Хэппи сваливает сейчас Всем чем может 158-137 Здесь вот есть база Здесь тоже восстанавливается И Лейзер идет в контратаку 2-2 наконец-то доделались Грейды здесь танк можно засиджить Так, и Лейзер в лоб собирается Такого что-то не понимаю Хэппи танки наверх вообще увозят сейчас На рампе собираются драться И Лейзер идет прямо в лоб Ну это-то перебор, конечно Даже сверхжирные ультралы Не смогут пробить Вот так Падают ультралиски 151-141 Гостакадемия у Хэппи Здесь на СЦ-шку в планетарку Не мешало бы сейчас заморфить Так, здесь что-то Хэппи сплитит Все, танки вывозят с хайграунда Принимает бой на ровной поверхности А как с ультралами Хэппи собрался драться? Не понял 119 на 150 Что вот это за спуск такой был? Не, ну только что ты развалил оппонента Нахрена ты спускался-то, Хэппи? Спустился, развалился Отдался в мясо Вот Либератора, конечно, может сейчас отобьют Но разница 50 уже лимитов Гигантское количество ресурсов у Хэппи накопилось При этом все Ультралы по нему падают По Либераторам Там пытается и Лезер попадать Не очень-то попадает Дотекает лингов много Плюс еще один ультрал На рампе лидераторы прикрывают Один тут очень сильно спасает Гостакадемия сейчас упадет Гастов не будет 133-100 по лимиту Ну вот если сейчас отбиться То все нормально может быть Правда и Лезер делает грейды В отличие от Хэппи, которые не делают Ну как он ультралов-то не жалеет Сейчас Либератор там просто столько дэмэджа нараздавал Ребят, это же жесть какая-то Опять Хэппи под Либератор заманивает 100-125 по лимиту Боевого столько же у Хэппи, сколько у Лезера Здесь у нас планетарка почти готова Но планетарку может сейчас Лезер сломать 3-3 грейды Хэппи не делает Это фейл Что 3-3 не делает Камни падают сейчас Падают камни Да, падают камни Нет, не падают камни Сейчас упадут Нужно сбить срочно Овера, который крип там льет И Лезер опять вперед двигается Добыча у Хэппи больше становится Овера наконец Бывает дробщика один полетел Через лингов Прямо пролетит сейчас Хэппи нужно копиться Хэппи по 3 Либератора строит И Либератор это то, что может его спасти сейчас Но надолго ли Хорошая атака была против Роучи Реводжеров Со стороны Хэппи Но Не готов к свитчу ультру был И просто отдался там зачем-то Хэппи И здесь странные какие-то действия Делал Три-три игры И наконец-то Хэппи заказывает Здесь у нас дробуют самарики На ультра он приходит И Хэппи видит Улетает И Лезер опять вперед двигается Ну 150 кстати Хэппи успел отстроить Опять какой-то странный выход пошел Либераторы не разложены Видел Хэппи Что к нему уйдет Вообще оппонент Я что-то не понимаю Если сейчас Либераторы будут не разложены Так заходит и Лезер Либераторы раскладываются Успел Последнюю секунду Вообще валидольчик какой-то Смещается и Лезер вот сюда По четвертую Нужно сваливать Так Видит Хэппи Куда смещается Все нужно снимать Все идти вперед Есть вайперы Ой которые ничем не законтрить Так раскладываются Либераторы Ну зеленка кстати Сейчас будет решать Какой путь Хэппи сейчас находится Жесть ГГ пишет Понял что Ни хрена Не пробрить здесь Хэппич 2-0 Лезер Ребятки Нужно Хэппи собраться И уже тащить Наконец-таки Третья карта Гребень Лири Лак До 4 побед игра идет Так что переломить можно еще До 7 Whoo Я сюда 5 phаспорг Третья карта Третья карта Эта карта О Nik Юй Вatar Третье карта Так Поехали Смайл чуть не заходит Не знаю чего Игра начинается А, он с собакой гулять пошел Все понял С собакой гулять надо Ну что, 2.0 лейзер повел ХФ пишет хэппи ГЛ, ХФ и лейзер Ну что, хатовый лейзер У хэппи опять газ-барак Опять риперы будут Готовый барак Сейчас орбиталка пойдет Здесь у нас газ ранний опять Ну ты игры, видишь какие Почему бэллингов не делают Глупый вопрос Потому что Так сейчас играют Бэллинги слабее стали А другие униты сильнее И вообще все изменилось Будущее может будут делать Тем более в лотве ресурсы Конечные Бесконечное количество Бэллингов Не наморфишь Нифига Ну что, рипер прилетает Здесь дронов И лейзер переводит Ставит плетку Интересно Ну кидай гранату Под плетку Хэппич Если Наулинга минусует Ну Так, лейзерлингов Побольше добавил Плетку отменять не собирается Потому что карта опасная Но Действительно Тут, наверное, прав Маликом Хэппи-Овера Отогнал И собирается Под реактором Строить гелионов Естественно Плетка туда-сюда Копается Что и лейзер Вот, наконец-то Место нашел Где она Идеально По его мнению Будет Находиться Ну да С этого направления Рипер Если залетать будет Она сразу будет Тыкать ему А здесь Королевы Будут перекрывать Здесь линги Все, в принципе, правильно Роуч Опа А карта-то Для агрессивных Пушев Пуши Ведь здесь Посмотрите Сколько рам И какая ширина Здесь Так Прибегают Линги Ксм-у Минусует И лейзер 4 гелиона Роучный Такое ощущение У меня Роуч Уоррен Запилил Сейчас Так Три Марика Летит Плюс 6 гелионов Рипер Три Роуча Заказывают ЛС Здесь Плетка Есть В этот раз Плюс Королев 5 штук Ё-моё Сколько Королев Марики Запыкают Вперед Вперед Главных Товарищей Танков И тех Кто Демор Должен Наносить Ну и лейзер Просто идеально Встречает Сейчас Хэппи Под пуш Хэппи Полетел На мейн Это провал На самом деле Вот это То что Хэппи Сейчас Сделал У него Экономики Никакой Нет У него Дома Ничего Нет И сейчас Еще и лейзер Контратаку С королевами Роуч Может выйти Что самое Интересное Да Есть такой Стиль Медленный Смотрите Королевы Пошли Вперед Плюс Роуч Превращаются В реводжеров Это все Дело Не Контрит С Либераторами Потому что Реводжеры Очень хорошо Убивают И сейчас Может 3-0 Просто Сделать Лейзер В этой Игре Ну так Либератор Прилетел Рабочих Хэппи Тут Захарать 6 дронов Минус Ну что же Может быть Наоборот Все перевернется Сейчас Экономика Это одинаковая Хэппи Танки Тут уже Строить Начал Сейчас Танк Будет Либератор Будет Танк Раскладывается Где-то вдали Вообще И лейзер Медленно Наверное Королевами Подходит Сейчас Хэппи Улетают Сейчас Королевы Идут Хэппи Это видит Прекрасно Что королевы Идут Либератор Дома Нет Хэппи Не только Сейчас Но Видел Танк Где-то За 3-9 Земель Находится Хэппи Летит Контур Атаковать Либератором И хэлбатами Дронов Пробок КСМ Дронов Пробок КСМ Все Перебрал Уводить Надо Рабочих Короче Либератора Раскладывать На рампе Срочно Нужно Хэппи Что он И делает Заходят Реведжеры Минус Либератор Моментально Но 2 танка Есть у Хэппи Они Хороший Дэмэдж Ой как Все Здесь Куча Как Здесь Все Терпит Куча Реведжеры Кончаются И отдается Здесь И лейзер А дома То что Дома Полудохлый Медивак Пытается Харасить Так Королева Все Одна Медивак Дропает Хэлбатов Хэлбата Начинает Выбивать Рабочих Так Линги Приходят Ну как Кливо Контроль В итоге 36 32 По рабам Танки Марики Строятся Технологии Отсутствуют У Зерга Нужно Реализовывать Эту игру Хэпи Здесь Вообще Жесть Так Танки Раскладываются Медивак Потерял Все Королев Можно было бы Забрать Был бы Медивак Ну что Щиты Стимпак Заказан Танки Строятся Бараков Кстати У Хэпи 5 Продакшн Высокий Просто Нужно Здесь Добычу Начать И Отстроить Био Побольше Два Хэлбата Полетели Еще Харасить Ничего Не Прикрыто Ничего Но Слабое Прикрытие У ЛС Рабаст Ксил Нагу Не Контролит Ну через овер Все равно Хэпи летит Блин Марика Все больше И больше Здесь Пристроек На бараке Не добавляет Ресурсов Нет И так Бараков С перебором Хэпи Считает Да и правильно Считает Хэлбата На мейн Могут Ворваться Кстати И Так Лейзер Решил Хацию Проатаковать Заметил Сразу Молодец Так Хэпи Собирается На мейн Ворваться Буст Есть Медиваку Залетай Врывается Хэпи Прямо Минеральную Линию Дроп Пошел Хорош Три Так Два Дрона Минус Третий Живет Пока Четыре Минус Неплохо Неплохо Сорок Сорок Один По рабам Ну четыре Хоть забрал Здесь покаталось Все неплохо Неплохо Нужно держать Напряжение В это время Дропчик Рядом со Второй Базой Ну тут Не убить Конечно же Один Плюс один У Хэпи Будет раньше Чем один Один У Лейзер Нужно вообще Да вот этих Всех один Один Здесь точку Ставить В игре Так как У Хэпи Все для этого Есть Успел Слава богу Улететь От Кастов Реводжеровских Fireball Третья ЦЦ Пошла Ну как то Вторая Инженерка Пошла Нет Хэпи Кстати Если и будет Ставить точку То Он будет Делать выход И при этом Все еще и Макро Закрепляться Это очень опасно Хелбаты Хелбаты На третьей базе Устраивают Беспредел Так Лейзер Там Оттрансьюзил Между прочим Рабочих своих Пытается Улететь Хэпи Но Не улетел Куда здесь Надо сразу Было наверх Под густом Пытаться Так Минус линги Третью 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 Так. 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 Минус королева. Идет и лейзер плюс 125-190 сейчас по лимиту. Вот, смотрите, досиделся хэппи, что дал опять 200 за эргу отстроить. Ну, что сидел, хрен знает. А сколько танков здесь у хэппи? Позиция хорошая. Медивакимы тут пытаются контролить. Законтролить не может. И лейзер слился в лоб просто от хэппи сейчас. Но лимита все равно меньше у хэппи. ГГ пишет и лейзер тем не менее. А 1-2 хэппи отыгрался. Офигеть просто. Какая... 125 на 195. Ну, грамотная позиция танков. Харас при этом мариками и хэппи умудрился выиграть просто. Красавчик. Нужно следующую карту создавать. Какая у нас Сумеречные башни. Поехали. Ждем хэппи. Так, там уже Nation Wars скоро будет начинался, наверное. Но пока там разговоры. Финал у нас затягивается немножечко, ребят. Поехали. Сложно что-то прогнозировать здесь реально. Нет, это далеко не Idrostile. Во время в том и лейзер было, что это последний его был лимит. Дома его хэппи просто затрепал хэлбатами и мариками. И вот результат в итоге. Ну что, смотровые башни карты у нас на двух человек. Еще раз всех приветствую. 1120 человек у нас в чатике, за что я вас всех благодарю. Также за внимание напоминаю, что вы можете поддерживать турниры наши, естественно. Материально копеечкой какой-то можете поддерживать меня, мой канал. Отключить надбуками премиум и по реквизитам и через плеер. У нас четвертая игра хэппи против элейзера. Либо собирается хэппи и начинает тащить, либо элейзер оправляется от предыдущей игры и опять же хэппи начинает дожимать. Но хэппи отбился чудом сначала от пуша, потом чудом отбился от выхода. Непонятно, почему на стимпаке хэппи не стал реализовывать, пытаться выход какие-то сделать. Но против роучи, конечно, все это очень опасно. Так что роучи зерговские могут отбивать очень хорошие выходы в начале, особенно там без щитов всяких там и так далее. Один косяк и все, поэтому, наверное, хэппи решил тянуть. Ну, захарасил, захарасил. В итоге есть у нас факта, реактор будет опять через одного рипера опенинг. Начинается хара с рипером, линдов опять же элейзер круто контролит, дронов контролит. Так, на крип обратно вернул королеву хэппи сейчас гранатой. Нужно улетать сейчас походу, нет хэппи? Не улетает он пока. Ну, хуже скоро будет. Лейер пошел на второй базе, чего хэппи вообще не видит. И, кстати говоря, расчет, видимо, на то, что на этой карте будет как-то халявно в 30 сэшке, может быть, тиран играть. И это будет... Мне кажется, что это явный нидус со стороны лейзера, билд идет. Потому что да, роуч ворон пошел, это роуч ворон под нидус. И хэппи, атакуя только в лоб королев, он не понимает сейчас происходящего, вот в чем проблема очень большая. Газ продолжает добываться. Хэппи вырывается, кидает гранату, пытается дрон убить. Дрона не убить. И не так-то просто его убить. Так, хэппи понял, что что-то здесь не так. Залетает, видит плеер, видит нидус. Фу, нидус, роуч ворон, и нидус пошел. Но хэппи сейчас, я думаю, все прекрасно понял, что будет происходить. Так, и леонщики расставляются по периметру, танка нету. Ё-моё, у хэппи даже нету ни одного юнита, который... Опа, здесь-то еще один овер висит. То есть нидус может на вторую базу идти. У хэппи нет ни одного юнита, который по ДПСу может нидус выбить. Нидус готов. И пошел он на вторую базу. Посмотрите. Хэппи сразу все снимает, идет к второй КСМ, нужно выводить. Но танк-то не готов еще, ё-моё. Раскладывай танк, хэппи. Раскладывай танк. Танк раскладывать. Нужно нидус фокуснуть, попытаться танком фокусить же ты. Его. Нидус не фокусит. Хэппи либератор. Раскладывается. Нужно вступать наверх. Королеву по либератору стреляют, трансфюзов много тому и лейзера. Но либератор живет, чудом причем живет, и это очень круто для хэппи. Королев фокусит. Молодец. Сейчас нужно складывать либератора, нужно перераскладывать под танк, что хэппи и делает. Но вышли новые королевы. 40-49 по лимиту. Танк хэппи вычинивает. Танк атакует дальних юнитов сейчас, но этого хэппи танка вычинил сейчас. Красавчик, королева падает, 45-50 по лимиту. Полные улыны лейзера сейчас не прокатил. Новый Нидус пошел на мейн сейчас со стороны лейзера. Хэппи прекрасно это видит, здесь нужно разобраться. Здесь танк с гелионом сами разберутся. Так. Танк сидится. Юнитов мало. Этот танк тоже нужно забирать. У королевы 2 хп, запилить ксм, хоть что-нибудь с ней сделать с этой королевой. Лейзер выходит из-под атаки либератора. Но это ГГ, отлично, 2-2. Не прокатил Нидус. Не прокатил Нидус и лейзеровский. Пятая карта у нас какая. Близится развязка, ребятки. Хэппи не так прост, как вы думали. А я думаю, что многие это знали. Центральный протокол. Следующая карта. Где там тоже можно королевами по земле ходить очень эффективно. Один сл D-R-O. поехали лейзер тоже готов спасибо толкин за премиум и спасибо за поддержку спасибо ну кросс респы по земле не походишь ну что хорош fp на лейзер хату ставит хэппи барак газ опять рипер насколько я понимаю под замерз естественно бусин на что я сказал что другое бупясь значит я что-то затупил 8 конечно ну что а представьте вот предыдущей игре если бы хэппи не залетел рипером туда он бы ничего бы не знал бы а так он все понял и сделал все идеально и как вот этот танк вычинивался если он не вычинился все гг то есть там на волоске все висело но в этом и прелесть игры на высшем уровне все танк вычинял все ништяк смайл вернулся но следующую зайдет нужно спешить я уже nation на nation wars опаздываю о чем прикол 20 21 но там еще игры я думаю даже не начались потому что в половину они обычно начинаются так что после этого турнира не расходитесь досмотрим мы зеландию против германии новую и новую зеландию и победителя против финляндии 2 на и 2 nation war а сегодня будет будет весело на этом стадии ро 16 кончится и и после уже там 2 января или 3 какого то будет у нас ро 8 где украина будет уже играть как-то так это соперники украины будут определяться между прочим причем как там вчера кто-то считал рево или что-то первое место и второе место этой группы большой вероятность может на украину попасть хорошо что вчера корейцы все-таки не проиграли финном поэтому так а что у нас годите-ка а где реперта вообще что-то хэппи не летает ничего не харасит репер пассивный какой-то оказался ну такой вот такой вот билд так вот хэппи решил что репером не будет перед ломиться 25-28 у раба муху эзера почти готов так и надо улетать тому кто уже почти готов через 4 секунды будет так видит хэппи что мух готов да все лететь домой кэши есть один линк на ксилнаге есть 20 хп кстати линк сбить может 20 хп реперу но хэппи мимо пролетает такой ля-ля-ля а дай-ка игрит загляну сюда блин такой оп я я убегаю 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 все братан шавку прогнал репер чисто козырь такой собак гоняет час за собаку то впрягутся тут ребята походу рауч ворон ставится и королева третья хата готова уже и лэйр пошел лэйр тоже достаточно ранее что это может быть опять не дускать и может быть но скорее всего нет так лэйзур не пройти сейчас кэппи и ленчиками то можно и развернуться здесь аж целых трилинга наглеют сейчас марик все это подрежет миллиона рипер здесь у нас наверное хочет рабочих и убить да и 7 роучи строится между прочим всеми то с перебором почему потому что если бы были бы оборонительные роучи то штуки 4 ну 5 крайне край было бы так что скорее всего л и да и продолжает роучи и лэйзур строить лэйр почти готов кэппи сканет и нужно понять будучи а что это нидус на мэне контроль депошками начинается да а нидус ли это вы может вообще в лоб пуш ручь просто тупо вперед и сейчас банша сейчас будет готова одна банша уже прилетела к лэйзур у него ни одной спорки между прочим нету но хэппи решил что надо одного дрона подрезать вместо большого кризис дронов инвиз же есть хэппи ё-моё какая медленная реакция сейчас была от хэппи я уж испугался и лэйзур не трансфюзит своих королев хэппи поэтому дронов начинает подрезать одну королеву тоже убил роучи пришли и что здесь роучи делают роучи заходят вместе с реводжером с одним банша атакует депошки почему-то не закрыты падает бункер хэппи что ты творишь то вообще бункер где вычинка была только только похвалил и топы провал вообще пошел просто попер провал так моряки разваливаются банша пытается справиться банша не просто справиться 3 цешка готова я промолчу просто где хэппи контролил сейчас и что я не просто пришли роучи в тупую пробили бункер в тупую зашли в тупую 16 рабочих убили хэппи ну зачем так то хэппи мы же болеем мы же болеем за тебя я в том числе хотя я должен быть ну не совсем вообще без пристрастия но стараться как бы там не гнать ничего там лишнего вот ну естественно я болею за хэппи потому что должны же наши что-то хотя бы хотя бы наши турниры должны наши тащить которые мы делаем мулы выкидываются сейчас но это конечно же не вечер еще но ситуация не ахти по грейдам по всему по всем параметрам оставания хотя ситуация была ну просто идеально банша прилетела нарезая рабочих не хочу поздний инвиз хэппи не законтролил здесь надо было сюда полететь в итоге как-то не очень так 10 минус дрон три королевы на мэн и тут хэппи в это время одну на мэне сбривает за то время пока остальные подходят сбривает ручер так ну здесь драться смысла нету а банша 1 дэмэджная была улетает хэппи еще в спину он получал дэмэджа пару рабочих королеву подрезал хоть что-то я бы сказал сейчас подрезал это еще не конец но в быстрый игре теперь какой-то уже хэппи навряд ли получится что-то сделать потому что по лимиту по всему он проседает сейчас у лейзера четвертая хата уже ставится ручер эваджеры делаются и так банши четыре штуки одна правда красная лейзер видит прекрасно что красных нужно вычинить и четырьмя уже летать харасить наверно так на инвизе пошел четвертую хэппи отменяйте отменит скорее всего третий сэшки вылетел здесь дрончик один ею нужно газ отменить но хэппи решил что нахрен газ отменять если можно хату отменить хату тут будет очень непросто хэппи отменить кончился инвиз у банши нужно улетать из королевы подходит хэппи видит что королева подходит но как-то кривовато хотя на третий посмотрите есть шанс здесь у нас опять ручер эваджеры пришли опять хэппи нечем просто кстати есть четыре танка ну вот сюда поставь два они в стак шпарить будут хайграунда под этим ручем и пи ничего не сделать так здесь контроль пошел прошу быть контроля хэппи никогда не подводит пять дронов забирает 105 149 еще не вечер еще можно здесь разобраться ой как дроны сладенько пришли хэппи давай режь их всех что хэппи и делает красавчик пытается хату забрать с этих выходку это пошел на центр здесь опа в стиле ладно не буду а то сейчас ревчик придет скажешь зачем ты говоришь что это в моем стиле ладно у него у ревчика уже может быть этого и не происходит потому что уже времени сколько прошло и даже у самых сильных игроков иногда оверы вперед просто летят вот сейчас неприятно пару оверов подрезал элэйзеру хэппич баньши возвращаются домой баньшей четыре штуки кстати все живы а где остальные то здесь все висят вычинишь что их 4 4 зелененьких баньши представьте сейчас может быть еще одного овера хэппи наблюдая здесь дропчик можно вот сюда сделать и просто забегание великолепное делать ну ээлэйзер на я скажу вам очень очень достойно держится конечно ну я давно знал что он игрок хорошего уж на всех турнирах он неплохо выступает раз что на дримхаке как-то такси выступил приходит хэппич четвертая сэшка минус 140 183 по лимиту нужно улетать отсюда катку фокуснул 10-4 баньши но это то наглость королевы пришли и фокусить этих королев нахуй королевы падают но две баньши убил дэмэджи на минут посмотрите ну почему не контроль то у хэппи дичать почему не хватает что ли контроля чтобы вычинить баньши сейчас что ли так хату не получается его из розоказать расшатал беднягу хэппи просто замечательно сейчас бегает зад вперед пытается отбиться в это время хэппи делает 2-2 и элэйзер делает 2-2 танком атаку вы помните в чем одна из игр кончилась вышли ультралы и просто поломали в итоге нахрен хэппи зовут эти все танком атаки без либераторов к он играл без гастов так здесь пытается крипту мара убивать как везде он не пытается он выбивает их более того так опять на стимпаке хэппи здесь дрон заходит хату собирается возрастает вкуснишь ты дрона то видит хэппи хату в итоге так залетает баньши здесь микос есть сто тридцать пять энергии хорош не успел элэйзер отконтролить но это не хэппи хорош это элэйзер не очень баньшу можно было отвести из-под фаербола здесь дропчик на мейн хэппи видит то что ультралы и гастов нифига себе гасты пошли 3-1 грейды у элэйзера экономика хорошая здесь спорка падает четвертую опять же хэппи шатает пытается попуснуть не просто это сделать очень так перед роб уйдут здесь реводжер один висит хэппи улетает выше дробуются мародеры марики но элэйзер рядом находится нужно улетать и выход пошел от хэппича 159 160 на 195 емое куда хэппич ломится сейчас а танки без медиваков летят в старом стиле просто по био получает фаерболы 149 199 4 ультрала заказаны сейчас они выйдут и хэппича просто развалит куда же ты лезешь-то хэппич так куда ты так спешишь элэйзер право сам поломился на танке какая ошибка хэппич фокус инфесторов хорош лимиты сравнялись практически нужно ли дальше то ломится ультрал вон здесь есть хэппич видит ультрала отступает под танки ультрал пока без армора уникального падает очень быстро но остальные то с уникальными арморами танки отводит хэппи все армор доделся не разобрать нахрен одного ультрала только станками за станка залпами получилось 113 на 180 по лимиту пользу элэйзера конечно же сейчас ситуация но еще не но 5 ультрала строится везде вот какие-то выходы выходы и непонятные от хэппи тайминги в той игре которая была на орбитальной верфи там гораздо лучше был тайминг выхода но там элэйзер все выиграл а здесь элэйзер вообще в хлам развалил элэйзера 180 лимита элэйзер должен понимать что ему сидеть нахрен здесь не надо так здесь линги забегают ой проблема на планетарке здесь ну хэппи рядом здесь био находится но мулов то почему не почему мулов то не законтролить все минус 7 минералы все что нажито здесь дроп умирает все как поплыл хэппи вот на мейн прилетает на спорку хэппи попадает ну спорку минус нет нужно ультралискевер может быть забрать здесь да хэппи сразу через шифт ультралискевер забирает молодец что дальше хайп будет пытаться забрать 3-3 делаются это хорошо планетарка выжила кснки переводится микоз хороший попадать нужно забирать всю один мародер успел прыгнуть больной и задержался всеми деваки в итоге элэйзер все сбивает это полный провал ну харас то харасом но боевой то лимит он посмотрите здесь 200 сейчас пойдет зерк вперед дома то оборону нужно надо делать какую то хэппи настолько жестко развлекать что элэзеру тяжело выйти ну вот выход пошел хэппи видит выход этой базе точно не жить здесь лучше не палить эту базу а элэзер камни еще пробьет он все обе спреет короче говоря сейчас с гастами хэппи подходит либераторов нет одни гасты без либераторов это тоже не так круто почему потому что им проще сбить касты и так хорошо что два реводжера хэппи не успел увернуться здесь у нас гасты подходит снайпер шотов очень много здесь у хэппи так микозом кидаются сейчас так нужны да емп по микозу надо кинуть так снайпер шоты пошли либератор есть но он всего один гасты отдаются все здесь нахрен отдаются планетарх хэппи пытается вычинить либератор разложить не может физически вот только-только раскладывать хэппи либератора ультралис падает дропов больше я не нуля 90.78 гг 3.2 элэзер матчпоинт у элэзера сейчас намечается ребята печально печально так это что за игра шестая карта у нас сейчас будет ульрина шестая карта создаю напряженный финал но если хэппи сейчас сравняет нам седьмая понадобится игра это будет очень-очень круто конечно но сравняет ли хэппи хороший вопрос так пашу не позвал я ладно паш посмотрит стриме с надо реплеи ему скину вот потому что на nation wars мне уже скоро нужно идти он уже идет как бы вот здесь у нас еще непонятно сколько продлится все а карта очень близкая можно ждать какой нибудь уж мне кажется 10 лейзера нас 2 300 тысяч 2300 человек ребят всем привет спасибо что смотрите помните что на какие бы те и ставки на в том числе на nation wars кому интересно ставьте и на этот турнир были вот 501 грамм ну делай выводы сам счет то вы видишь ты и мы все видим по поводу блая нужно значит было я нужно учиться играть или нет лайкиши может сказать что там чуть-чуть придумать и отмазки ну факт есть факт главный результат в следующий раз когда года будет может на следующем турнире блай лучше сыграет как бы блай обычно не плачет блай да иногда может там придумать что-нибудь вот там трали-вали чем-то отмазаться вот но обычно он по крайней мере выводы делать и исправляет ошибки своим так цешка здесь будет ксм к поехала рипер строится у лейзера газ газ не самый ранний мух будет поэтому тоже не самый ранний рипер прилетит будет уже готов конечно же ну и помните помните ребят что можно турниры поддерживать стримеров тоже поддерживать скоро гг года ребят скоро отборочные завтра послезавтра приходите кстати вот сейчас народа дохрена паш скинь ссылки а я сейчас сам скину ладно найду на главный фп пока посмотрите так вот завтра вот это будет игра ой на полторы минуты позже это все услышите примерно вот пожалуйста участвуйте ребятки атакует улей лэ ох пошел руч ворон в стандартном месте за минералами таком к которым он помещается чтобы скрытно было все бункер на хайграунде у хэпи оборонительный ли это руч ворон хороший вопрос я пока не понимаю овера можно попытаться сбрить марики очень скоро выйдут уже попытайся хэпи овера сбрить двумя можно успеть не пытается ну ладно хрен с ним хэпи не жадный меняется местами факта с бараком гильончики будут заказаны сейчас вот что самое интересное да раньше вот все вот эти подпушек в кольте просто минками тиран отбивал а сейчас сейчас минки еще и стрелочки показывают кого ударят во первых во вторых реводжерам просто пофиг на эти минки гильон и строится неужели хэпи не видит что тут ручи реводжеры так линги выходят хэпи рипером улетает ручи не видит проверять так ручи пошли же хэпич ну что ж вон он ручи видит заметил одного все теперь понимает что здесь происходит репером отконтроливать тайтс идеально все сделать ксм окна хайграунд нужно уводить неужели хэпи ничего не понял ручи идут все гэгэшка идет видел же руча одного хэпи ты чё творишь то ну и ужас просто просто ужас ручи очень до хрена пришло от элэйзера и не понять что а он репером контролирует красавец контролить репером когда все пуш пришел минус бункер моментально гэгэ 4-2 элэйзер ребятки это очевидный момент как можно сейчас было так затупить со стороны хэпи хотя нет давайте со счетов пока хэпи не будем сбрасывать 5 гэлёнов если тут ручи 5 а гэлёны по ручи вообще не бьют практически строится банша очень печальная ситуация и опять не вычиненный бункер и опять провал да после этого будет nation wars по меч но тридцать пять сорок шесть еще не все потеряно cc-шки две ну насколько можно было всего этого избежать просто просто жестко 5 роущий заказ кстати у элэйзера ни хрена нету только спорка можно заехать ездить гелионами на быстрее на хайграунд хэпи тут ни хрена нету заезжает нет ничего видит хэпи рабочие под ударом 2 минус 5 минус 28 19 все просто убей тут рабочих побольше шансы появляются 11 минус 12 минус 13 отлично хэпи банша баншой гелионами королеву подрезал уходят гелионы домой бункер новый надо строить на хайграунде и улетать просто отменяет хату и лезер пони на помин поминает чё я несу понимает что все плохо и идет в атаку с королевами вот с этой темой опять же где бункер хэпи бункер что-нибудь стройную опять хэпи тупит опять хэпи не видишь что к нему выход идет очинивает всех юнитов ну так лаба на факте королевы нет вот это не отбить без бункера это не отбить без бункера будет хэпи что ж ты такой медленный что ж ты такой слоупочный то сегодня а банши то с инвизом нет без пока но скоро будет через три секунды не потерять баншу ни в коем случае в узком проходе поймал и лейзера все инвиз пошел отступает и лейзер понимает что против банши ничего не сделать спорки перемещаются ближе но роучи надо законтролить красавчик как же хэпи прет то в этой игре ё-моё как я переживаю ё-моё спорка приходит спорку можно бы фокуснуть было но спорку ты не подведешь под вторую роучем нужно до второй базы дойти 61-63 рабочих у хэпи больше ситуация замечательная наконец-то бункер заказывает танк сейчас будет все ггшечкой попахивает и решающей игрой гелиона заезд поехали сейчас великолепный так не надо банши сливать дрон куда-то поехал с газом минус дрон заезжает гелики хэпи видел что третье заказ на третье нету нужно вторую заехать сейчас конечно хэпи это дело здесь дроны дроны сейчас упадут лингами пытается отбиться и лейзер это провал лингами не отбиться хорош 7 дронов минус линги минус линги в кучу в какой красавец хэпи как он какой валидол нахрен происходит просто дичайший ну здесь табили 36 18 ситуация меняется это просто жесть какая-то хэпи не согласен сливать сейчас 4 банши здесь бункеры танки баншик отгоняют королев выщинить же ты опять краснющие но ресурсы есть все есть хэпи вычинить то не хочет элэйзеровский это улын очевидно идет но тут все она разбивается об хэпи он рабочих не строит это 3-3 ждем только пока элэйзер сольется и решающий потом игру так заходит королева нужно отгонять все нахрен отсюда так криптумор и хэпи минусует два газа добавляется все элэйзер зашел на хайграунд идет вперед здесь три танка бункера развал просто схождение вален 4500 потери ставлю вы сейчас увидите вот на к и хэпи бункер вычинивает да неужели сколько из этих бункеров затерпили же 33 ребятки вот это дичь просто вот это и финал достойный ну что же решающая игра какая у нас решающая то там карта-то руины сераса гигантская карта может быть макро даже катка будет ну посмотрим потненько-потненько я вам скажу ребят смайл попал на решающую что я могу сказать Ну что? Последняя игра. Паша, не надо писать Найс Гейм. Там сидит Элэйзер, и для него это не Найс Гейм. Ты в чат сюда пиши Найс Гейм. Найс Гейм надо в конце писать, а не когда Элэйзер слил. Уж некрасиво это. Это Найс Гейм от Хэппи был. Ну что, 3.3, жесть-то какая. Кросс-риспы. ГЛХФ, ХФ пишет Хэппи. Ему сказал ПОМИ чинить, он стал чинить. Хэппи проект Кремля, проект ПОМИ. Да нет, задержка же на стриме есть, о чем вы говорите. СМ готов. СМ готов. 23 тысячи призовой, очень неплохо. Как там, кстати, призы распределили? Сейчас я вам озвучу. Там ровные суммы, по идее, будут. СМ готов. 11,501 место, 6,902. 4,600 БЛАЙ зарабатывает. Ну, хорошо, что я могу сказать. Второе место около сотки долларов примерно получается. Первое там 150 или сколько это выходит. Что-то типа того. Ну, что, 17-я хата, газ, пул и лейзер. Хэппи идет на разведку, не найдет сразу. Здесь Риппер, ЦЦшка, второй газ у Хэппи. Кстати, блядите, у него разве был всегда второй газ такой ранний? Ну, ничего, не страшно, не страшно, Паш, все нормально. И лейзер не обидится, я думаю. Начинает второй газ Хэппич добывать. Опять, наверное, Гиллиона Банши, скорее всего, у нас. АСТ поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Сколько там валидол стоит сейчас? Не знаю, АСТ, сколько стоит, но придется с Хэппи брать, походу. С призовых на него налог в будущем. Ну, что, орбиталочка морфится. Здесь реактор, фактас становится на реактор. Барак лабу делает сюда, Старпорт, видимо, перелетит. Спасибо, ребят, всем за поддержку, очень-очень приятно. Мух делается, 28-25 парабам. Кто друг другу пишет, что? Глхэхэ пишут. Старп? Помогите. так не понял про что ты говоришь поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно видишь в небе либератор это шепи император хороший стишок коротко и ясно коротко и ясно два линга подбегают стеночку хеппи лингов есть чем встретить забегает и лейзер минус 2 линга бедняги бедняги один дэмэджиный был второго рипер выстрелы поэтому залпа они погибли так бы они залпа не погиблись зелененькие были бы только один бы погиб идеально короче вот эти обстоятельства для хэппи сложились но два линга это не победа сами понимаете здесь 3 цсшка факта от танки здесь банши у лэйзера лэйр и кстати лэйр достаточно ранний подозрение у меня а нет два эволюшина пошли нет это никакие не недусы будут рабочие строить лэйзер 5140 у рабам 10 у нас два гиллиона рипер харасят людей нас более 1200 человек в чате конечно такая такая такие финалы это жестко ну что приходите завтра сразу вам анонсирую что завтра вы тоже скорее всего может их и печи увидите не знаю кто там будет может какие-нибудь корейцы европейцы я не знаю там паша кого звал не звал пацаны вот будут отборочные нагреве года турнир это будет завтра в 19.00 льем завтра вроде как gsl будет я пострим не знаю через паузу будут отборы или нет короче ближайшие два дня после сегодня тоже будут у нас стримы ну что последняя игра финала и переходим к сегодня тоже не расходитесь там еще nation wars будет сегодня вот перейдем к nation wars у мы так какой apm встречи стандартная по им такого 300 лу и лэйзера у хэйпи 200 сейчас пассивно кстати все идет и это мне кажется хэппи на руку что он вылетается цешками тут нормально вовремя продакшн во всю пошел угры дам 11 но отстает от элэйзеров ских 11 но не сильно отстает арморе уже есть 22 можно сразу же будет заказать у элэзера 11 готова хайв 2 атака 2 армор 4 хат хотя элэзер тоже в принципе свою оперативную тему уже делать сейчас у него будет много ровущей рейлозеров плюс ультрала в перспективе три банши летят под энвизом прям с базы то есть в невидимости хэппи выдвинулся вперед главное вот как култи крипту мэра не трогать чтобы это неожиданно было кстати эти здесь оверсиры нету три королевы можно сейчас минуснуть хэппи залетает видит королевы раз пошла атака минус раз королева общую лейзер банши вообще не мил пока что ли опми пост поперну кстати не как блай построил у нас инфесторов и лейзер без энергии с энергии они появляются здесь банша начинает дронов нарезать королев нарезает хэппи но слишком много дэмэджа не получилось нанести две банши падают одна остается но выманил энергию инфесторов то есть сейчас и лейзер не сможет проатаковать и вот хэппи с 2-2 втыкает что ему вообще ни в коем случае не положено делать пошли игры d2-2 только я сказал молодец хэппи сэсэшка очередная от хэппи пошла даже две по четвертую планетарка видимо здесь банша пятую базу лейзера отменяет и лейзер кэш же не согласен с этим идет отбивать дэмэджа не хватит у одной банши в это время 2 медивака летят на мэйн но здесь есть линк который все это спалит и здесь есть юниты и лейзера которые тоже готовы встречать баншу хэппи законтролил можно здесь еще рабочих похарасить так кселнагу нужно очистить да согласен абсолютно и четвертая цэшка полетела 144 179 2-2 грейды по 4 либератора уже ступите насколько четче хэппи играет чем предыдущий играх как мне почему-то кажется пока сыграна первая игра понял ромжик нужно пора бы там что-нибудь стартовать главное что на меня французы не обижались ну зато уже я приду с людьми как бы конечно часть свалит но кто-то останется и со мной на и шимов смотреть правильно так минус over двигается в центр у нас сейчас и лейзер делает спайр 200 лимита ручей реводжи 150 хэппи опять же лимита как-то маловато пятую базу двойным дропом собирается сейчас вы ведь орбиталка не планетарка здесь планетарка правильно здесь орбиталка здесь здесь планетарка все абсолютно верно грейды на технику хэппи не делает они почему я без понятия пятую убил ультралов увидел улетает час уникальный грейд на ультрала будет либераторов у нас уже четыре штуки есть а где они все вообще летают хэппи шпи 4 только недавно строил так бегает и лейзер тут рядом хэппи все видит микос ручей реводжеры ультралы ну тут у хэппи все надежно защищено разве что на четвертую можно ворваться но нужно либераторов до сюда пару перевести просто хэппи еще и био также так либераторы раскладывают так и mp по по инфесторам ультралов нужно снайперить крепишь гастов много здесь ничего не снайперить нихрена не делать цешку теряет моментально чудо фигня то вообще происходит в это время какие-то какими-то дропами хэппи занимается запас по ресурсам у лейзера гигантский просто у хэппи тоже достаточно большой запас кстати гастов много почему снайпершоты хэппи не делает сейчас на аппершоты не делает но здесь снизу танк кстати хорошо прикрывает гасты все разваливают сейчас но терять гастов на вот этих юнитах тоже не стоит убил все хэппи 11 ультралов и лейзер следующей войну волной это очевидный момент он хочет добить следующей волной оппонент своего хэппи орбиталку сразу сюда переводит но нужен боевой лимит а не орбиталка нужно больше либераторов нужно больше гастов медиваков хэппи вылечивает юнитов своих слава богу цешка что-то стоит хэппи контролл и видимо дробщик здесь пятую лейзер восстановил начинает добывать линги бегут планетарь есть правда без армора на здании хэппи опять же кстати ресурсов миллиард три три не делаются ужасный файл опять тут надо говорить да походу может хэппи там это меня сканируют император мусор юрий из из редалерта так опять на лом идет ультралов 113 ё-моё сколько же бивни идет сюда планетарки между прочим здесь нет 155 лимита ситуация сейчас такова опять же нету в этом направлении ни одного либератора хэппи сканит видит всех ультрав либераторов переводит линги сзади забегает снайпершоты по ультралам пошли конечно же такой позиции эффективно дерется тиран ультралы не проходят все сразу либераторы новенькие раскладываются но куда-то тут и лейзер вперед ломился снайпершоты новые ультралы падают ультралы все брочки упали отлично хэппи просто сколько ультралов то осталось 3 10 минус ё-моё 10 штук слил сейчас ультралов и это точно пошло сюда 13 осталось 3 всего 8 еще заказывают листах хэппи будет раз все будет нормально но экономика что печальная запаса нет но и лезера тоже весь запас хэппи слил сейчас и лейзер пытается отстроить сейчас этих брудов но либераторы к брудам будут да наверно готовы давайте посмотрим что видит мне вот интересно что и лейзер на карте видит сейчас так везде дропы от хэппи идут ультрал над ё-мо как он затрансфюзил здесь этого ультрала один ультрал все разобрал все два дропа блин лейзер пытается по разным направлениям сейчас забегать цс-шка села ну пока не заморкнулась в планетарку орбиталку сейчас линги ее сгрызут здесь опять линга в забегание идет здесь ультралы все дропы тут опять хэппи начинает дропаться беспрерывная так что в минус еще сей выводит так линги забегают здесь госты есть госты прикроют мародеров мариков марик правда минус пятую занял хэппи здесь достаточно компактно все у нас находится то есть хэппи может здесь обороняться боевого лимита меньше конечно чем у лейзера но не не прям ненамного на стриму редалерт проходить мне андрюха предлагал дать что-нибудь по старой игре под новый год запилить но возможно у нас турниры будет 30-31 под новый год так что я пока не знаю снайпершоты великолепные как ультру здесь хэппи просто валят посмотрите ё-моё ничего не остается хэппи больше лимита сразу стало а почему не про контратаковать сейчас здесь дропчик на пятый но здесь то ой кто здесь стоит он не ждет никаких дропов хэппи не контролит ни хрена ультралом элейзер сорвался увидел дроп убивает все хэппи улетел двумя юнитами чудом вообще жесть то какая еще ультра еще караптеры от элейзера но хэппи пока выходить не собирается очень слабенькие грэйды меня беспокоит вот если вот реально вот этот стиль хэппи делай на либераторов грэйды с двух армори чтобы они просто 3-3 летали и никакие бруды тут страшны вообще нахрен не будет то есть с прикрытием вот таким по земле будет вообще разваливать просто больше грэйдов или хотя бы с одной армори по кд делать но по кд хэппи не получается кстати 3-3 то готов нужно заказать в зданческие грэйды туреткам раньше и армор зданием либератор раскладывается караптер рядом но он далековато не реагирует начинается атака по рабам элейзер не реагирует пока вот сейчас отвел нужно уводить либератора не уводит либератора черт тупит минус либератор ну да ладно где-то в другом месте видимо контролил дроп еще пошел а вот здесь еще один либератор прилетел тоже дронов и пострелял но восемь дронов на двух либераторов это нахрен не нужно сейчас размену на 8 дронов это 400 минералов сколько либератор стоит я даже не помню вообще так 2 500 нас народа отлично ребята забегает так здесь бегают био еще раз бегает по 5 либераторов строят хэппи уже плюс 2 пошел грэйд отлично туретками бы обнестись бы тут как-нибудь еще планетарки стоят на зданческие грэйды хэппи так и не делает к сожалению сэшку поднимать здесь дропчик сминается тут уже хэппи фактически заменяет на более крутой лимит свой который у него сейчас есть так это ручки до сих пор живые бегают всем 33 грэйды у ручки у ультралов 33 везде у лейзера 33 у хэппи на воздух нет 33 но либераторов конечно и так дэмэдж хорошего очень гасты за слонами идут не боятся не боится то хэппи ходить минус еще один ультрал гастов ну очень много здесь груды летят хэппи не видишь грудов груды без прикрытия по воздуху либераторов миллиард все тут разбирает хэппи воздух здесь либератор раскладывается гасты отступает воздух хэппи ломает как-то кривый лейзер вперед поломился все нахрен вообще либераторы сносят брудов ультралы бесполезно без прикрытия 174-174 может имеет смысл все-таки вперед хэппи еще пойти гастами тут ультралов расконтроливают вообще без снайпер-шотов даже 150 150 300 до 400 600 там еще газ да дело даже не в не в ресурсах а в полезности юнит дроны сейчас вообще ну ничего не решали на той стадии ну что затягивается что-то у нас эта игра жесточайшая полетел дропчик в другом направлении здесь у нас либераторы висят сейчас полетят вперед 200 в 200 лимита опять намечается движуха не знаю почему хэппи под просто таких провалов не идет наказывать оппонента хороший вопрос а провал был колоссальный кстати грэйды на воздух 2 атаки всего лишь 2 атаки всего лишь на воздух у хэппи тоже сейчас будет 2 атаки то есть зерговский воздух против либераторов без грэйдов вообще без помощи особенно когда атака делается у хэппи 2 уже есть нужно третью делать а 15 либераторов 17 гостов 5 медиваков 20 вот эти марики вот 25 штук конечно не нужны сейчас так хэппи по центру ходит госты либераторы много много всего есть уже вайперы инфесторов зря и лейзер кэш не добавлять здесь здесь у нас минус база хата падает еще двойной кстати дроп летит со стороны хэппи этот медивак улетает убивает его один караптор здесь грубка такая не слабо ходит потери 29 на 18к хэппи в плюсе безусловно так здесь у нас вайперы летят хэппи вид ой гасты в инвиз пошли вот для чего микус нужен инвиз гастов вбивать минус 3 вайпера сразу же еще один улетает минус еще один все вайперов лишает хэппи хулиганы вайперов решают и лейзер кричать должен сейчас хэппи хулиган какой лишил вайперов действительно здесь правда дропы в мясо отдают вот 20 лимитов почему бы не так нахренам то раскладываются либераторы да убей ты воздух то хэппи ну караптер куда ты их разложил бесполезно здесь караптеров надо убивать хэппи зачем-то раскладывает так вот наконец сложил с караптерами битва пошла пока все в куче стояло на клике можно было убить и хэппи опять сливается ну что за хрень такая грейды не продолжаются сейчас видно же что там 3 ультрала шли этих за снайперил эти все по воздуху сами сплэшем убили так гасты либераторы здесь караптеров отгоняют запас просто проблема хэппи там же запас колоссальный по ресурсам и он никуда не девать так либератор раскладывается контроль и лейзер демонстрирует хороший 8 дронов хэппи моментально сбривает спорки перекапываются здесь каких-то брудов миллиард ходит непонятно с которыми ничего не поделать вообще здесь либераторы есть био есть нужно хэппи так здесь просто под спорками хэппи не контролит правда газового лейзера не остается сейчас практически то есть если он сливает свою армию в данный момент без газа он очень слаб становится а газа нету здесь бруды падают сбривает хэппи брудов морфящихся либератор тут летает вот здесь вот база халявная есть посмотрите хэппи раскладывает там где ничего нету зато ультрала можно из личинки выбить выбивает либератор ультрала из личинки выбивает личинок вообще из кокона даже не из личинки здесь база ничем не прикрыта ультрала больше нету дежурного ну и лейзера уже в миксе лингов по большему счету больше чем других каких-то юнитов снайпершоты по ультралам идут цешка падает хэппи раскладывает либератор вступает назад немножечко а что боится то хэппи так зеленка на либераторах пошла дробщик здесь прилетает пока дробщик прилетает зерк уже сейчас основной армии туда отступит под этот дробщик хэппи идет брудов минусовать бруды падают сплэш великолепный просто здесь дробь за минералы проходит и лейзер не реагирует 130 лейзера на 200 хэппи газа нет но 7000 минералов зато есть так здесь моряки минус хэппи чудом успел забрать четырех ультрала там просто разрывает здесь планетарки здесь хэппи кстати так с данческого армора и играет но зато третью атаку либератором хотя бы сделал успевает подойти сюда подойти успевает но вычинит цц насколько я вижу не очень успевает раскладываются либераторы уже зерк убежал можно наверх зайти сейчас если он видел что там зерк живет а он видел что там зерк живет и идет наверх 84 137 по боевому уже не готов здесь отбиваться и лейзер я насколько вижу хэппи заходит в либераторах просто миллиард здесь и хата сейчас упадет так снайпер шоты по ультре пошли так здесь ворки перекапываются заходит и лейзер под либераторов это просто жесть какая-то все разваливается конечно по земле они все уничтожают моментально вайперы тоже не спасают гасты хату последний убивает 197 110 и хэппи 4 3 просто в такой валидольной игре в таком валидольном финале тащит и выигрывает судя по всему его раскладывает начинает и лейзера ломать пренапряженнейшая серия сейчас была конечно но я думаю что шансов для лейзера здесь уже минимум складывается хэппи отступает назад немножечко так гастов 19 штук жесткое количество так здесь дальнюю базу пытается убить у нас лейзер сейчас хэппи прилетит либераторами уберет караптеров просто всех одновременно выход делает в другом направлении караптеры с либераторами дерутся получают смотрите какие залпы просто с тремя атаками там армора нету лейзера то есть с тремя атаками это просто уничтожение изничтожение называйте как хотите просто выход здесь и танк даже подрался с нулем грейдов хэппи блин грамотный не дает засиживаться вот в обороне сидел братишка сходи-ка ты повоюй танк ну ладно я 0-0 правда по грейдам ну пойду помогу братве своей пошел помог лейзер не сдается пока еще 121 на 185 по лимиту еще либераторов хэппи отстраивает можно было бы вычинить все на самом деле хэппи еще сейчас соединиться нужно армией сейчас будет где либераторы ниже либераторы недалеко относительно так королева минус линги пытается забегать на дальнюю базу здесь два вот этих зря стоят товарища нужно разваливать их уходить пытаться что ли я не знаю хэппи не уходит прилетает основным лимитом сюда гасты приходят гасты собак вообще не просто изничтожают моментально и естественно уходит и лейзер отсюда хэппи продолжает отгонять и отгоняет так хэппи ловит последних ультралов которые пришли так либераторы раскладываются даже пару выстрелов успевают сделать по ультралам гасты тоже их встречают здесь гасты с инвизом ходят ультралы пытаются уйти хэппи там либераторами их нагнать пытается есть энергии у гастов нужно заснайпернуть вот этих двух ультралов бегущих к хэппи гг пишет элэйзер 4-3 хэппи поздравляю хэппи с первым местом элэйзер вторым вас с тем что 2600 человек в данный момент смотрит я делаю стоп-старт у меня полторы минуты чтобы клинфитнейшен воров найти есть ждите